Совершенно непонятно, какого хуя Маус взяли Инферно. Маус взяли Инферно, потому что, наверное, готовили. Потому что, наверное, именно такой был план и стратегия на эту встречу, на это противостояние. И посмотрим, каким образом произойдет у нас первый раунд, по крайней мере. Нет, контакт в беду. Оба остаются 100 хелсовыми. Ну да, это такая вот тема. Немножко вначале даже не килл найти, а просто собрать инфу. Маус. Смотри, в принципе, Инферно это такая, знаешь, это, блядь, мне в Сиган, знаешь, чем не нравилось, что тебе надо ретейкать потихонечку зоны вот так. Типа заходить на ребра, отжимать вот это все, банан. Она прям очень тяжелая в этом плане, и граната зависимая. Это такая очень тактически подвязанная карта. Это такой фейк бэй, и выход на сейчас. Ой, им что-то прыгнул, но ему похуй, дальше одного, блядь, забирает. Есть еще у нас Бролан, тоже откисает, идет нахуй просто, и 2-5 ситуация. Торчи со Сьюхи. Охуенная компашка, Вандерфул Спинн убивает Торчи, и остается один Сьюхи. Без шансов. W, W, W. Просто без шансов. Напоминаю, что руку мне никто не пожал. В очередной раз на сцене. Вот смотри, это Блэйд. А тебя хотя бы видели? Нет, не смотрели. Да нет, там тяжело, там, наверное, нихуя не слышно, брат, там же не я только один кричу, блядь, W, W. А кто-то хотел, чтобы Джейн руку поделить, пожалуйста? Нет, это просто, ну, у меня как получается, смотри, то есть я вот так руку протягиваю, кто пятерочку дает, железобетону выиграет команда. Мога так работала всегда. Пока 1-0, пока рожденные побеждать, выходят вперед, и пока у них все неплохо. Нет какого-то форст-раунда со стороны Маус, не стояла пачка, это значит, что они оставляют экономику на следующий раунд. Есть только... Смотри, что делает там. Пять блоков. Фу! Фу! Сосен! Хуйней занимается, блядь. Это мой типичный, блядь, тиммейт на фейсе, типа, он кавсоу запустил, блядь, с ловиками на... Начал с дробовиком там. Пацаны, типа, я левая. Да. Прямо начинают плакать, блядь, сразу. Что за хуйня? А, они общаются, наверное, просто от тебя, Андрей? Ну, это просто... Знаешь, как бы, главная фишка на фул лэк раундах, это не то, чтобы взять, а повыманивать все гранаты, чтобы в байраунде они контры закупали заново все гранаты. То есть, считай, фул пачка сколько стоит, он там закосарик. То есть, это такая... Короче, экономическая такая... Добление на экономику небольшое. Манипуляция. Да, тем более турнир серьезный, надо максимум выжимать из каждого момента. Сейчас будет похоронка, естественно. Но они сейчас будут выгибаны, да, сейчас в Андерфул. Да, сейчас прям... Должен ультануть. Даже не ультануть, тут чисто первый завязать пассивку. Обидно, наверное, отлетать такой ситуации от Лака, знаешь, двух тычек сразу. В зал просто взрывается, все охуевают. Ощущение, что в зале никто ни разу не принимал эко. Да. Никто ни разу не принимал таблет. Кинг, Бэджи Элли пиздец любят, да? Ну, он такой харизматичный. Это правда, такой интересненький. Он, да, он... Что еще раз? Любит, так сказать, на публику поработать. Шоумен, да? Да. 2-0, первый полноценный байд для команды Маус. Появляется 5 АК 47-ых. Также есть раскидка. Смаки, флешки, гранаты, молики. И это все можно таким образом попытаться реализовать, если получится. Команды Маус, понятное дело. Коэффициенты. О, коэффициенты. 1.45 на Na'Vi и 2.55 на Маус. Это наш партнер Винлайн. Ребята, по ссылочке в описании, при регистрации по промокоду Бустер вы получите 3000 рублей фрибета. Добой-добой. Также напоминаю, ребят, про акцию. То, что вы можете делать ставки, получать билетики и забирать призы. Более подробная информация об этой акции есть в описании. Можете перейти за каждую ставку. Конкретная ставка, конкретное количество билетиков вы получаете. Можете там ознакомиться. 30 секунд позади. Пока еще Маус не торопится в атаке. Бролан полетел у нас с мочок. Отрезает он позицию Ланга. Скорее всего, мы с вами посмотрим, как будут игроки команды Маус заходить на короткую. Если получится, Има пытается промутиться, пока ничего абсолютно не видит. Мочок, кстати, кривоватый. Я не думаю, что это прям специальный. Такое вещь. Има, тревять, полился по нему. Начинает стрелять в ответ. Это был Бролан. Это А до конца. Смотри, прилетели смоки на сплита. 15-20. Тут вот от Има зависит. Ой-ой-ой. Есть инфауни, то, что есть игрок на зелени. Смотри, должен убивать сейчас. Бролан. Ему Бролан. Ой, бит. Одно хп у него остается. Смотри. Поджим Афунта. Вандерфул в песках отнублять. Как будто Вандерфул надо было жить. Ой-ой-ой, Алексей Бип. Ошибка от Вандерфул. Зачем он с одним хп пошел дальше разменивать. Он мог спокойно дождаться. Не, с битом. У бита была то хп, а Вандерфул первый. У бита, да-да-да. Бит мог спокойно дождаться, когда хп придет. Раунд красивый от Пауз. Хороший раунд от Мауз. Сделали типа они заходят на мид. И потом резко кидают сразу. Я думаю, они в целом нас за атаку должны поудивлять, брат. Все-таки это их пик. То есть, я думаю, у них хорошо карта разобрана. Они просто так не стали ее брать. Ребята, если что, батечка будет часом чуть получше станет. Все-таки скрутил животик от безалкогольного пива. Сами понимаете, пшеница, бать, дает себе, знать, проперживается. Человек жестко. Сейчас чуть-чуть полегче станет. Если, допустим, только новость увидел. Вы видели то, что после еды хорошо ходить и пукать. Не знаю, почему-то во всех СМИ, блядь, об этом писали. Ну, вообще, знаешь, если ты в каких-то странах есть такая штука, если ты за столом пердишь, это значит, ты показываешь уважение к тому, кто приготовил. К примеру, в Германии. Здесь есть такая тема. Ну, я не знаю. Причем, понял, если ты прям подходишь прям в лицо и шеф-повару пердишь. Это, типа, самое... Ну, в высочайшую степень уже нет. Да, он прям тебе спасибо скажет. Можно даже значение оставлять. Ну, вот если чуть-чуть все ранешь, ну, типа, пока... Ладно, не важно. Давайте в этой игре смотреть. Серж, суточная работа. Бррррол, он перестреливает Вандафула. Прям отлично начали в этом раунде. Маус Джейли занял уже позицию Банана. Причем в упоре и, возможно, станет проблемой для Ксержина. При том, что он будет отрабатывать вместе с ИМе. Кроссфайером они здесь встали под... Баррян, они ждут, они не понимают, что это комбина. Не знаю, они ждут, они не пикают, а они понимают. Смотри, смотри. Да, будет, если... Ой, 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 ой! Сосать, блядь! Сосёки, мужики! Соржа и Джим Паттас. Вы, как называется, вы думали, что меня заперли с вами? Это вас заперли со мной. Это ловушка как мистус, я так, я отговорил, брат, один в один. Я всегда понял. Да, ну, дед, у тебя Лего. Я прям сильно. Я дед Лего избрал Старк, блядь. Спайк, нахуй. Сторжи последний. 0-3-3 у него статистика. 44 АДРа. Сложновато пока ему начинать карту Д'Инферно. И здесь не справляется. Питок праймовой, да, пока попадает все очень легко. Слушай, ты в целом такой раунд тяжело выиграть, когда-то тебе надо прочекать все на А, как бы, один в три. Да, на Инферно очень много нычек всяких. То есть там двадцатку тяжело заходить, когда-то один там, значит, раскрутиться хорошо, прям как-то же гернал. Ебать, чей шкалер сидит, нахуй. Он еще совсем молочный, блядь. Как будто катитьки оторвали, блядь. Так, неужели Моуза все-таки прям вообще так потухше играть будет? Мы только начало, только четыре раунда посмотрели. С вами сейчас пятый на ваших экранах. Нави начали неплохо на вражеском пике. 3-1. Да, нет полноценной экономики у мышек, но в любом случае даже такие раунды мы видели, что могут браться. Ну я бы, честно, мужики, в финал Нави Виталити больше хотел, чем Маус Виталити. Да, да, по кайпове тут вопросов нет. Да, да, да. В целом у них огромная фан-база, для нас прикольнее, для зрителей как будто прикольнее. У Нави? Загробная фан-база. Конечно, брат. Загробная? Не, огромная, блядь. Загробная фан-база. Я думаю, неожиданно. Ебать, если у команды есть загробная фан-база, это сильно. Как у GunFive, да? Не, у GunFive просто нет фан-база. Да не, ладно, слоники наши так-то прорываются, он закрытый сейчас. Да, 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 там они там нормально. Ну что, выход от команды Маус Виталити будет сейчас ревил и пик-пады ревил, но не получилось. Пикнул, проверяй, как говорится, и напады. Очень странно, ой, хорош хаеш, кстати, по шьюхе, блядь, еще и забирает его Алексей Би, причем стрелять из смока, блядь, очень странный мул. Да, 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 чисто это. Ой, смотри, есть инфа, сейчас выход с коврова должен быть под флешку, прячется бит под карнизу. Бит очень крутой, мувится, кстати. Ну нет, тут должно быть без шансов. Нави все четко делает. W, мужичье! Нави все четко делает. Ну, халявушка, ебать, родимая. Ну, да, халява. То есть, как они сыграли против позиционали, это халява, да, это при фарме. У маус нет экономики, только лишние дефолтные пистолеты, делаю тэка, оставляю только манеку на следующий раунд. И пытаются, может быть, найти фраг, может быть, каким-то образом забрать девайс и уже с этим девайсом отыграть. Ну, все, сложно, конечно, сделать. Фирша, бит, минус шью и пять в три. Это пять-один. Ну да, здесь. И смотри, экономика, она потихонечку бустится, уже убита, практически биток в гармонии. Там девушка, Игоря, где? Что? Не знаю, пишут там, в чате девушка Игоря. Да, была-была на общем плане. На экране? Да, и у Джейля приехала девушка, и у Игоря приехала девушка. Это да, были на самом деле. Прикольно. Лёха, у тебя была какая-нибудь мечта со своей женщиной ездить? Нет, я знаю, что во время тренировок, поскольку я занимаюсь боксом, я знаю, что во время тренировок нельзя, особенно во время соревнований, брать с собой девушку, потому что от девушек ноги устают. Почему, типа носишь их на шеи? Сексом с ними занимаешься, а ноги за это устают. А, кстати, вот так же... Почему ноги устают и ногами идут? Нет, потому что напрягаешься в различных паузах. Нет, там на самом деле не в этом. Нет, там есть разные паузы. Если, допустим, ты будешь отдыхать, ты можешь просто лечь на спину. Лёха, там не в этом фишка. Там фишка, что ты... Ты боксом занимался? Нет, там фишка в другом, на самом деле, Алексей Альтон. Фишка в том, что ты когда кончаешь, у тебя в момент того, когда ты кончаешь, уровень тестостерона понижается. И потом неделя, и у тебя через неделю пиковый уровень тестостерона опять. Но, когда проходит три неделя воздержания, у тебя опять уровень тестостерона понижается ниже референтного значения. И специально все легендарные боксеры, они говорят, мы не ебёмся до соревнований. Понял? Чтобы ты, сука, как звери был, блин. Сделаем вот в этой агрессии. А если у тебя понижается тестостерон, у тебя падает концентрация, выносливость, фокус. На самом деле, в Кайсе, может быть, это тоже на самом деле раляет. То есть, поверь, Лёш, поверь, посмотри на него, он шарит тестостерон. Мне 33 года, я девственник, я ничего не понимаю в этом, извините, Лёш. Я вот игрушки комментирую. Это похвали. Counter-Strike, Na'Vi против Ma'Us. В этом чуть-чуть понимаю, и то только по клинфиду комментирую. Пока 5-1. Так что не знаю. Четыре игрока Na'Vi на B начинают. Ну, я понял. Надо сказать в Gunfighter, чтобы никто не дрочил. Думаешь, один у нас дрочит в последние разы? Да, да, по-любому. Желательно, чтобы сказать, не дрочит друг другу. Это в Херси. Ну, Фениган уже кикнули за это. Чего-то вообще переборщил, да. У него большие заряды были. Мы не справлялись. Да, у Ma'Us пока проблемы на своем пике. Пока вообще в атаке не получается. Причем сказать, что они играют плохо, как Soul, да? Они пытаются что-то сделать. Да, они находят эти опены. Вот два раунда, которых Na'Vi buy взяли, это были раунды в большинстве, которые начинали от Ma'Us. И Ma'Us не доигрывает просто. За защиту все супер охуенно у Na'Vi. Да, они хорошо стоят, понимают. Смотри, они сейчас вдвоем B принимают. Да, где какой курс? Fire, вовремя пикают. Тут Ma'Us уже становится на раскидку 40 секунд на таймере. Ну, Ma'Us могут попробовать. Тут, понимаешь, тут у Алекси Би есть Молик, есть Смог. Тут, на самом деле, очень тяжело будет на позднем тайминге зайти. Потому что гранаты не отдали на B. Ты посмотри, у Джейля Смог есть еще. Да, сейчас если они не сделают... Понимаешь, что он сейчас просто тушит за тройкой Молик себе? И в нем живет. Если они фас не сделают выход... Смотри, смотри, смотри. Отдай флешку. Отдай Смог. Заход на B. От Ma'Us есть первый килл от Алекси Би. Джейль. Тут, смотри, какой Смог. Да. Нет, это да. Тут, к сожалению, на таком тайминге зайти на B-Plant, когда есть две гранаты самые важные у опорников. Но это, блядь, похороны. Странно. Это же и так трудно все эти гранаты выманивать. Тем более для такой опытной команды. Это, к сожалению, ебаные похороны, блядь. Просто команды Ma'Us Sports. Да, но подождем. Я все-таки в Ma'Us больше верю, чем в Soul. Soul все-таки это Underdog. Они до турнира были топ-30. Ma'Us это топ-30. Нет, то, что Soul прошли вот сюда, на сцену, обыграли фейзов, это для них ачивка жизни, блядь. Да, это прям... Я вообще не уверен, у них не было такого никогда, да, вообще? Ну, они выходили на мажоры, но прямо вот такого результата нет. Но обыграть фейзов на сцене это, блядь. Да, это... Конечно. Ну, это будет. Ну, вот в Muzai я чуть побольше верю. Все-таки эта команда же опытная. Это топ-6 мира. Они выигрывали тир-1. Вот эта девушка? Да, 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 вот. А где, кто эта девушка была в Underdog? Справа социально. Не, ну, я не помню. По-моему, слева. Хойл. Они у нас вчера здесь сидели сзади, прямо вот за стенкой. Но я не рассмотрел здесь, честно. Не прям кто с кем сидит. Экономики у нас нет у Muz. И дефолтные пистолеты – это все, что есть. Потому что у Ксершина только лишь Глок. У остальных там тоже ДПшка. Три Тека. Ну, и есть, кстати говоря, Раскид. Раскид можно пробовать зайти. По статистике у Торжа 0 на 7, если вы можете увидеть и отметить этот момент. Джеймс Бонд появляется у нас на карте The Inferno. Не идет пока у этого игрока. Хотя вчера показывал себя очень и очень неплохо. Джеймс замечает игроков, находящихся под бананом. Алексей Би готов давать флэш от стену. Пока этого не делает. Сейчас приемка будет халява. Начинает смещаться. Ну, а сейчас если вы... Хорошо, что вы в полупозиции не поймали. Все, выход на б-точку. Подаду флэшку. Эко-раунд. Сейчас должен Джеймс с Алексей Би собирать халяву. Смотри. Ой, хорошо. Он еще забирает ганн. Единственный. Хорошо, хорошо. Э, тут реально похороны просто. Неужели нас ждет сегодня два матча просто по часу? Я никак в жизни не поверю, что G2 против Na'Vi также бы играли. Я тоже неправильно. Как такое бывает? Понимаешь, мы вчера смотрели, как вот эти челы Мауспорт просто так за щеку ебали в житу. К сожалению. Да, без шанса. Есть обычное простое понятие в киберспорте, как неудобный оппонент. Мы об этом говорили уже неоднократно. Ты можешь выигрывать тир-1, топ-1 команду мира. Но у тебя могут быть проблемы с командой в топ-20. Потому что ты не понимаешь. Есть статистика, как Маус играли с Na'Vi до этого? Na'Vi всегда выигрывает 2-1. Всегда. Ну, на самом деле, у них похожие стили. Они супер скриптованы, у них все обговорено. У них мало опоры на скил, именно на импровизацию. И у Na'Vi, как бы, это в такой стристики от лучшей команды в мире. Вот с G2 тенави было бы потяжелее. А ты знаешь, у кого заебись с импровизацией? Кого? Ну, шо стуна. Ой, какая граната, посмотрите. Шьюи-6. Ксершин-16. Это просто отвратительно. Начало раунда уже не для Маус. Хотя они только начали, только заняли опорные позиции и уже поймали огромное количество деменеров. Если есть кэф, то будет сейв в ситуации 5 в 5. А мне в целом интересно сейчас сейв кэф посмотреть. А такое бывает вообще? Пожалуйста. Вот, пожалуйста. Ну, охуенно, сладенькие кэфы, ребят. Не теряйте свой кэф на Маус сейчас прямо по ссылке в описании. Заходите, регистрируйтесь на винлайне по промокоду Booster. Получайте 3000 рублей фрибетика, блядь. Ладно, если что, я шучу. Лучше не ставить на Маус. Хотя, блядь, на самом деле, 7-1 мы камбэки видели. Еще, на самом деле. Это можно довести до 7-5. Да и на 1-0-4 можно поставить. Помнишь, 11-1, блядь, фейсвилики? Поставил 10 тысяч на 1-0-4, выиграл 400 рублей, пошел, купил. Нет, 400. Сколько? 5000. А, да, 400. Выиграл 400 рублей, пошел, получающего конферта купил. Ой, еще и наклод, блядь, какое порно мы спорим. И почему-то не дрочим. Ну, живой раунд, ладно, пачка ставится. Ну, тут так, но Торчи не убивает, у нее 0-9. Но Торчи 0-9, если что? Я не верю, что заиграют после этого Мауза. Можно батечку поздравить, мне кажется, кстати, сразу, блядь. Он ставил полтора миллиона. Ну, хотя, ладно, я не люблю торопиться, на самом деле. Один в один ситуация, джимпад против Вандефула. Кто окажется сильнее? Здесь и сейчас все-таки Вандефул сильнее. И это раунд для команды Na'Vi. Было близко. Я что-то не понял, что джимпад с красным КП его прям пошел пикать. Он же в хорошей там обувь занял вроде. Ну, НТ, НТ, в любом случае, это какая-то надежда. Смотри, ебать, парень при грустил, блядь. Его девушка успокаивает и говорит, да брат, не расстраивайся. Я же тебе говорил, голбоебно Маузов не ставить, блядь. А вы ставили на кого-то? Не, я... Я бы ставил, наверное, если бы... В днях вчера просто с B2 не сошло, и все. Кстати, кому интересно, я про Аврору там информацию какую-то собрал. Там общая тема такая, что... Кому интересно про Аврору? Да, про Аврору и 9 панков, там шаффл произошел. Там, короче, такая ситуация произошла, что Резалт долгое время уже вел переговоры с 9 пандами, хотел оттуда уйти. И как-то получалось все за спинами игроков. Это написали, кстати. Да, вот. И в итоге... Ну, некоторые игроки узнали буквально вчера, позавчера, что Резалт все это время не хотел с ним играть и тренироваться. Как ты думаешь, это считается сничь поступком? Ну, это... Я не знаю, как это, крыса, не крыса. То есть, если бы он сразу им сказал, что он хочет от них съебаться... Это пусси в любом случае. А что в этой ситуации? Как лучше поступать? Если ты не хочешь играть с человеком, ты это... Чтобы его на банку, да, посадили? Просто. Ну, конечно, например, у нас за пример далеко ходить не надо. То есть, сразу... Бит умирает. Вандерфул промахивается. Очень важный килл. Макмок в ЦОП. Извини, Леха, что перебил. Да-да-да. Мы продолжим. Сейчас опасный момент. Занятие сейчас Na'Vi. Рёбер. Франк байбаста. Медленный выход будет контактом. Кстати, еще не факт, что атака закончится. Время дохуя. Минуты десять. Не факт, что вообще Maus этот раунд возьмут. Потому что у них уже было три раунда в преимуществе. Смотри, смачок откидывается на... Ну, тут есть Вандерфул с ОП. Пачка... А, это Б. Это Б будет. Да-да, они будут атаковать ВХТА. Но Na'Vi... Это как будто слишком читаемая хуйня. Плюс там есть... А у Алекси Би есть Молик. Хорошая хаешка. Да. W слойник, блядь! И Молик надо бросать. Нужен Молик. Здесь Молик. Выходит Броун. Сейчас важный контакт Броуна против Алекси Би должен быть. Есть. Есть один килл. Сразу же размена Тершина. Нашивка от Име. И пачка должна устанавливаться. Развейка. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-яй-яй! Ебать! Чуть мог второго еще как будто забирать по ощущениям, но даже не докоцал. Да-да-да, было опасно. Хорошая развеечка. И странно, что занимался, никто ее не смотрел. Да-да-да. Они, наверное, знаешь почему? Потому что они развеяли и никого сначала не увидели, а потом он забежал прям под конец и нашил сфок. Это было W. По идее, это не ретейкается вообще. Б, наверное, Инферно, Бомплэнд Б, без гранат тем более. Это прям Unreal. Не, такой очень тяжелый. Дерейка и гранат. Если нет самока на банан. Ну вот. 8-2. Да, 8-2. Продолжая тему. Мари Гимныча будет и стил. Раз же умирает. И сливает тавик. У нас в Gun5 сразу было понятно, для кого чей геймплей не подходит. И это все открыто обсуждалось. То есть не было, что кто-то кому-то там говорил тренеру. Это все все знали, кто чего хочет. Вот это правильный подход. А тут получилось, что условно Резальт играл там праки и там какие-то турниры, не хотя играть с людьми. При этом параллельно пытаясь попасть в другую команду. Какая мотивация интересная была у Резальта переходить на 9Pandas? Мне очень нравится. Странно. Это одно дело позвали бы там какую-нибудь там Virtus.pro, Navi, Spirit. Я понимаю мотивацию. А 9Pand? Как-то хз. Тем более сейчас РМР перед носом. Да-да-да. Мне очень нравится. Ну, циклами Пандас тоже нравится. А Врора нравится. А Врора, наверное, побольше. РМР буквально через там месяц. И сыграть с РМР потом иди куда хочешь. Бля, тут на самом деле 8-4 еще может быть. Достаточно игровой счет, причем, что ты потом выигрываешь один раунд, переходишь и пистолетку. Я больше верю в Maus, чем в Sowie. Скоро повторю. Не, я верю в Navi. У меня чуйка, брат. Я понял, что мне нравится ставить по интуиции. Не анализировать, а ставить по интуиции. Мне кажется, что Navi выигрывает. Знаешь, я думаю тоже, что в Navi тут больше шансов. Но как-то по последним ситуациям я больше за Maus хочу поболеть. И это не просто трех ганнов. Хотя, смотри, они лонг будут пытаться. Услышали. Все, должны еще понимать, да стягиваются игроки с B plant A. Стягивается у нас в Wunderful. Сейчас ключевая дуэль будет, да. Есть скилл, ладно, есть скилл хотя бы. Один в один. Мгновенный размен. И выход в подоточку от Maus Sports. Бля, умирать должен им и нет. Дают ему пожить еще чуть-чуть. Да, решался запрыгнуть. Все, надо уходить сейвить, денег нет. А если бы не контролил Avic его, возможно, что-то из этого раунда бы вышло. Просто Молик бы падал. Ну смотри, поднабрали чуть-чуть Maus. Ну блядь, 8-4 может быть. Ребят, я если что про батюшку спрашиваю. Я вот пишу постоянно, спрашиваю, как он. Может ли он выйти в кадр. Итак, решающий раунд, дамы и господа, W. Ime, к сожалению, умирает. Это крайний раунд первой половины. Очень быстро. После этого все произойдет в плане смены сторон. У Ксершина и Шьюи проблемы по хп. Ванда Полуджели без особой проблемы закрывает ситуацию. Похоже на девятый раунд. Похоже на девятый раунд. Даже уже, наверное, 4 в 2. Торже с Шьюи вдвоем не остается. Им, скорее всего, никаких аутов для того, чтобы выиграть этот раунд. И, скорее всего, должны в ближайшее время проиграть. И напротив команды Na'Vi должна появиться девятка. Счет будет 9-3. В Ларанте это называют просто. 9-3 проклятием. Получится ли... КС-кейт называется классический 9-3. Получится ли то же самое сказать про КС, пока непонятно. Но, в любом случае, 9-3 хорошая половина. Торже падает в Шьюи последний. Он также, скорее всего, отправится в Вальгалу. Потому что не ждет его ничего хорошего. Ты думаешь, он викинг? Я думаю, что он воин. Очень уверенно выглядела эта сторона, честно говорю. Он говорит, что пишет. Bring us the cobble. Бля, как я любил cobble. А когда он правильно читает? Он же там... Помнишь, раньше он был типа не Cobblestone, а там был C-bubble? C-bubble, да. Типа это странная хуйня. C-bubble, да. Ну, это 1.6. Там убрали все эти классные... Не, последние ставили. E, точнее, английскую. Ну, русскую E, английскую E. Cobblestone классно. C-bubble, ебать. Бля, ну, неплохо. Пока я как владелец ставки 500 тысяч рублей на Na'Vi, чуть-чуть доволен. Не буду пиздеть. Ну, я говорю, я как бы... У меня... Когда мы снимали промо-материал перед Кёльном, блядь, я сказал, что, ну, типа, Na'Vi турнир выиграет. MVP станет бит. Ну, если вот по актуальной форме смотреть, конечно, Vitality Na'Vi будет очень интересно. Vitality Na'Vi, да. Прям пиздануто интересно. WW! Maus Vitality, как будто бы, может быть, повтор Vitality So. Может быть, в принципе, просто хочется видеть грандов, а не аутсайдеров для зрелищности. Там просто у Vitality стилистика такая, что деструктивная. То есть они не будут давать Maus'am делать вообще раунды. Подожди, Vitality Maus'am? Если Maus'a выиграют, то Vitality их разорвут. Не-не, я не думаю, что Maus'a с такой игрой выиграют. Ну, да. Бля, конечно, обидно, что разница в один день, а команда вообще по-другому выглядит на карте. Что So, что Maus. Ну, это реально как будто, знаешь... Насколько бы так прикольнее было бы сейчас с Молностью смотреть. Это всё зависит от того, с кем они играют. Бля, я люблю Maus'a, бро. Я понял, что это святой человек, понял? Не, Maus'a... Maus'a это просто человек, у которого есть хорошее воспитание, всё. Просто в наше время люди с хорошим воспитанием считаются святыми. Чья это проблема? Проблема нашего времени, к сожалению. О, Get Right! Смотри, он кидает! Вон мы на трансляции! Броу! 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 Вон на, вон у! Вон он! Вон у любого! Вон! Что там разные respite? А ну-ка развязывай, покажи. Черт, это мы? Мама, я люблю тебя! Смотри, под номером стоит главный, как его, автобус. Доктор Зойбер. Там Гитрайд. Черт, комментируем с Гитрайдом? Просто ни хуя не будем понимать. Нет, Гитрайд и Челега вообще. Он тоже пока в этом, он готовился, мы с ним чуть-чуть пообщались. Он тоже в тесте после первой игры, что это такая скучнейшая штука. Про Vitality Soul? Да, что ему бесит, что перерыв, типа, не сдвигается игра, что перерыв не хер делать. Это, кстати, странная тема. Ну, с одной стороны, это круто. Но это проще все планировать. Ты точно знаешь, когда что нужно делать. Да, да, да. Просто непонятно, чем команда занимается до этого. Преколись, они вот там сидят, чилят, едят подкорным, говорят, играть через пять минут. Это спешка, это чувство сбивает. А так они всегда понимают, когда им надо подойти и сесть. Нет, там тоже все расписано, то есть... Давай, давай. Сейчас должны нави просто сгрызть у нас игроков Мау Спортс. Не, ну подожди сразу. Как будто, знаешь, как будто мышка, это наоборот навиа. Блин, отличная голова, право наразумение. Хорошо. Нельзя отпустить, нельзя отпустить все юхи, блядь, ебаного. Делайте, делайте! Ой, хорошо. Блядь, Бит столько импакта внес, столько урона в этом раунде. И это очень жесткий стрелок. А смотри, там единичка, семерочка, там какие кружева делаешь. И смотри, семерка говорит про тот же инфу, что есть крыса, есть резалт в команде. И сейчас его будут выманивать. Смотри, смотри, смотри. Что еще будет, что еще будет. Ну понимают. Они не понимают, не понимают, смотри. Ой, W слойник, блядь, блядь, жестко. Джей замечает у нас торч и Аклир. Там штат Б, естественно. У нас, кажется, 33, ребят. Да, да, и просто уничтожили. У нас, кажется, халявляющий матч. Тактически просто уничтожили. W, W базар у Зира. Полный разрывандер. Бит с дуалами. Выдлинулся на ходу. Бит столько импакта внес в этом раунде, это просто пиздец. Пытается сейчас еще забрать и еще улучшить статистику свою Бит, если получится. Вот в сухой дуэли Бита вообще, по-моему, не перестрелять. Ну он хорош. Но в сухой именно, когда ты вот выходишь, у вас одинаковая, как бы, ситуация, то есть, да, где решает чисто вот... Хорошо, в сухой, а в мокрой. И мэм, есть фраг по Бролану, есть фраг от Джейли по джимпадду, но Сершан открывается по двоим, но все-таки погибает. Это раунд для команды рожденных побеждать, это 10-3. Окей, 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 базар зира. Так, ну что, будет форс? Я думаю, что будет. Давайте посмотрим, будет ли форс. Я думаю, что Инферно, это форс-карта за контрол. Практически 90% команд форсит за контрол. Мы сейчас с вами и узнаем, форсит или нет. И это форс от команды Маус. Закупаются они на все деньги. Появляются четыре 5-7 на один фармган и также раскидка. Есть первые арморы, есть вторые. Команда Маус будет рассчитывать на эти арморы и на этот форс ХАЕ. Увернулись. Это уже мимо. Ребят, коэффициенты от наших партнеров Минлайн. 1,14 на Navi и 4,75 на Mausport. Подсылочка в описании при регистрации промокон... Блядь, извините. Встал резко. При регистрации промокон быстрее вы получите 3 тысячи рублей. Ребята. А принесите водички. Так, Бролан, 53% здоровья. Джимпаж открываться будет, если получится открыться. Ну... С бойлером. Подниму один раз за... Сьюхи замечает у нас игроков на ребрах. Джамппад открылся все-таки. Джамппад отпрыгнул, блядь, высоко взлетел. Знаете, что такое джамппад, Алексей? Да, конечно. В Fortnite. Два Алексея, так неудобно. Дабл Алексей. Я давно придумывал шутку с джамппадом. Отличная голова по Алексе Ви залетает. Мне больше его джампшутом нравится называть. Это не холодный, брат? Име. Джампшут было бы круто, если бы с нами Равшан кастился. Торже минус Име. Бит. Ксершин. Хороший раунд для Маус. А это был всего лишь форс, но для Na'Vi это стало проблемой. Бит на отходе делает фраг по Шьюи. Ситуация 1 в 3. Бролан, Ксершин и Торже против Валеры Ваковского. Чуть-чуть Na'Vi растерялись после этого раунда. Тяжело было против такого форса играть. Не знаю, как они конкретно сыграли. Так, ну что, фейк камбэк или нормально? Мне кажется, фейк камбэк. Ну, УЗа могут схватиться. Не, УЗа точно могут, они крутые, но мне почему-то кажется, что Na'Vi сегодня явно покруче. Хороший стрейф от стороны. Четвертый есть. У Маус закуп. У Na'Vi также ответный форс, потому что нет экономики. У Na'Vi, обратите внимание, все играют в плюс КД. 13-5, 10-7, 10-6, 11-8, 15-6 у Джелли. Проблем по индивидуальной составляющей. И пока у команды рожденных побеждать не наблюдается. Но получится ли сейчас забрать раунд? Раунд за два, то есть это 10-6. А 10-6 это страшненько, да, уже? Когда так-тап нажимаешь, смотришь 10-6, думаешь, блядь, а я вообще выигрываю? По ощущениям, потому что... Так, что хотят сделать Na'Vi? Na'Vi пока больше такое выманивание гранат. Плюс смотрят, насколько близко стоят по карте игроки Мау Спортс. Они вообще в закрытую максимально играют. Смотри, первый контакт. Ой, блядь, жалко не убил, кстати. Может было бы зацепиться, от этого килла сыграть, вывалиться ребра сейчас. Ну, походу, дело Na'Vi забирает этот раунд. Я вот смотрю по расстановке. Не, знаешь, что проблема может быть? Потому что я пукнул сейчас. Это... Извиняюсь. Голова заболела сразу. Пошли под базу A. Именно здесь будут заканчивать раунд команда Na'Vi. 40 секунд остается. Джимпад на позиции Электроника. Джимпад вместе с Торжей. Перекрывают бита. Есть хороший фраг от Джимпада. Найс. 3 в 32. 3 в 3. Уже 3 в 2. Торжи падает. Вандефолл. Отличная работа с его... Ой, ты, сука, иди нахуй! Начинает пожевать. Сержин все-таки перестреливает Вандефола. Олекси Би и Джиэль против Сержина и Бролана. Но у Олекси Би и Джиэля на двоих всего лишь 58% здоровья. Очень мало. Бомба стоит. Для экономики в будущем очень-очень неплохо они получаются у Олекси Би. Остается только лишь Джиэль. У Джиэля Диггл две головы и победа. Но вряд ли это получится. Ай, бля, если бы первая залетела, можно было по НТ по второму играть. Бля, слушай. Как же Сержин зарешал в этом раунде, бля. Когда он просто по смачку, как он тулил, это пиздец. Вандерфолл ошибка. У них нет контроля до двадцатки. И можно просто упрыгать в плент пустой, поставить бомбу и сыграть на... Но у нас 10-5. Он достаточно близкий был форс-раунд. Так хорошо они вышли. Так нельзя ни в коем случае было бомбу ставить. Но тут ошибка, да, к сожалению. Олекси Би тоже вот сейчас 2 в 2 занял позицию, которая... Если сейчас идет с ковров, всегда нормальные игроки ее префорят. Вот сейчас вопрос, а будет ли опять форс? Или нет? Все-таки отдадут, да? Отдают. Бля, ну сука, да, это обидно было. Есть 6. Хотя сам выход был хороший. Я тебе префором сказал, что выход это за Нави. Торчи, какой промах. Смотри, Олекси Би вообще безоружен. Говорит, мне плохо, может я с ножом буду бежать. Чтобы не боялись. А нет, вот подлогал он сейчас по 250. Граната, флешка у нее есть. Практически залетела, кстати, в голову такая шаровая молния от Джиэля. Сейчас, возможно, первый контакт у нас будет. Сьюги с битом. Сьюги под навесом. Бит рядом с бойлером. Пока не открывается Алекси Би на флешке. Готов накидывать своим тиммейтам. Вандефул вместе с Джиэлем под вторым мидом. Ситуация пока на равных. Но Джиэль пострадал немного по хп. Минус 41 у него. Экси Би ждет агрессию с бананом. Мы с вами видим на миникарте, что никакой агрессии нет. Время уходит. Минута ровно прошла. И Нави вынуждены все-таки выбирать уже нужный вектор направления для них. Желательно победный, конечно же. Но мы видим, что данная экономика и данный бай вряд ли позволит им это сделать. Двигаться будут в сторону базы Б. Там четвертый и пятый номер. Это Бролан и Ксершин. Которые готовы их встречать. А времени остается все меньше и меньше. Уже итого 35 секунд. И Алекси Би стоит на гранате. Будет раскидка. И будет заход под Б. Ответные гранатчики сразу полетели. Бролан на приемке. Тройка. Смотри, не шивает. К сожалению, 5-0. И экономику тоже не попортили. Блять, брат. Я говорил, что тут очень невозможная такая команда. А что происходит? На карточке. Маус они выиграли сколько там? Три-четыре тире-один турнира. Это как бы вам не в тапки всадь. Не, это 100% крутой коллектив, брат. Но начали прям очень хорошо. Очень хорошо. Пока еще все неплохо у команды Na'Vi. У них хороший задел по раундам. Маус взяли один, взяли второй. Как говорится, анти-бай, анти-форс. И вот сейчас у Na'Vi вроде как начинают появляться девайсы. Да, Джейл тоже закупится. Галиле у Олег Сибин. У остальных будут АК-47. Блэйд разговаривает со своими подопечными. Арена, которая позади нас. Загудела. И начала моргать. Ой-ой-ой, звездные? Не, дамы, господа. Как в Роллс-Ройсе прям. А, кстати, здесь-то, по идее, должны за Маус втопить? А, нет. Кстати, не хуя, брат. Там вот фан-база Na'Vi какая у него. Вон сектор стоит целый фан-анский. У Na'Vi появились девайсы. Давайте посмотрим. 4 АК, 1 Галиль. Ну и у команды Маус, у Тор же есть АВП. Хотя у него за две игры очень-очень. Тут еще надо понимать то, что в Na'Vi... Ой, в Маус нет немцев в составе. Ну, Маус это, знаешь, это немецкая организация. Немецкая организация, да, но... То есть это в любом случае. Нужно сейчас Na'Vi зацепиться за какой-то раунд, нащупать какой-то успешный вектор атаки за ту сторону. Знаешь, как говорится, одно время в Зените тоже не было игроков из сборной России, вернее, вообще из России. А сейчас есть? Нет, сейчас есть, конечно. Потому что какое-то правило есть, что может быть какое-то количество легионеров. Ну да, там это лимит на легионеров. Ну, есть, кстати, такие команды. Там, Барселона, вот один раз, когда вроде выходит состав, и там ни одного человека из страны, где этот клуб базируется. Хорошо. Смотри, ошибка, ошибка от Шьюхи. И Бролан, ну тут он... Ооо, Брон, ну ты и говножу, я тебе так скажу, блядь. А смотри, не уходит. Ну тут ладно, тут Железобетон очень долго бит, убивал Торчи, минус 50 хп, он только снял. И пачка-то под Б, он приходит. Смотри, а там только что Сержи нам навил смок на Б-планте. Блядь, еще им умирает. Ну, делает дрянь, я так скажу. Он делает дрянь, да, это факт. Они еще и не идут под Б, потому что здесь лежит смок, Железобетон смок. Сейчас будет атаковать, кто там нави атакует Б, чтобы выйти на А. Смотри, все, перетягиваются игроки, у нас Маус 3 человека. Они на А ушли, смотри, да, реально. Но у нас там есть один джимхат, смотри, какая у него позиция, брат. Они раунд выиграют, к сожалению. Нет, ну подожди, смотри, если они убивают джимхата безразмены и ставят бомбу, это не ретейки. Там уже не один джимхат, смотри. Оп, оп. Он еще и плотной тайминг. Бролун такой, сейчас поджим был у него сбок. Ох ты, блядский сыр, нахуй. Да, это было вкусно. Это было очень хорошо, удачный тайминг для Бролуна. То есть они стояли, смотрели зелень, лонг. И только они отвернулись, он выходит прочекивать. А вот потихонечку разгоняются, то есть они уже... Ну, не чувствуется, что они где-то такие догоняющие. Ну, пока они... Что они, пистолетку взяли только, да? 9-3 было, да-да, 9-3, 10-3 и все, и поплыли. Блядь, ну и пиздец. Ребята, а если бы у вас была возможность сидеть в зале и написать что-то на табличке, что бы вы написали? Ну, я бы, наверное... Надо подумать. Это какая-то такая тема, не знаю, бессмысленная. Не, по-моему, прикольно. Бывают смешные дела с этими плакатами. Как будто это, по-моему, тоже одно из развлечений для тех, кто приходит на матч. Смотри, Джимхат. Ой, Бит, хорошо! Отличная работа. Сможет ли он раунд перевернуть сейчас? Бит идет дальше. Не увидел он Шьюи. А странно, что Бит, да, именно за фокусом все. Перестреляли его. Хотя, если бы перестреливал Шьюи, конечно же, раунд, скорее всего, уходил бы команде Na'Vi. Но теперь некая перчинка, некая изюминка есть в этом раунде. Смочок. Вот Инферно – это такая карта гранат прямо. Наверное, Инферно и Анубис. Инферно – это, наверное, самая гранатная карта. Отрезают позиции очень хорошо, потому что позиции сами небольшие. У меня либо температурный бред, но когда ты говоришь, типа, такая карта гранат, я представляю карту, которая банковская, и рядом гранат вот этот фрукт. Это, кстати, новая тема названия карта гранат. Сиди, сиди, сиди. Что такое, брат? Сиди, сиди, сиди. Шма! На зеленый шма! Здарова, шма! Здарова, слоняра! Брат, сори, тут тачек нету пока. Тачек нет? Брат, я болею. Все, ты пошел, да. Не, я смотрю, брат. Не, я взял канистру бензина, можем просто поставить рядом, чтобы комфортнее было. Лучше резину, резину скатывай. Что, брат? Резину, резину Michelin. Большие. Michelin? Да. Ты такого ставил? Да, у меня мишки. На кого? А что они делают, брат? На Na'Vi? Они проебывают. Сколько ты ставил? 276. W, W, но они проебывают, брат, пока. На Na'Vi опасно ставить. На Na'Vi опасно ставить. Я видел, что они делали вчера, брат Мауза. Но смотри, давайте не забывать то, что, блядь, это пик Мауз Спортс, а Na'Vi не так хорошо играет. О чем мы Na'Vi пикнули? Славский, слышишь? Леш. Не слышу. Что мне говорят? Бля, прикольный он чела внешность, нахуй. Он как будто из какого-то кино. Что ты понимал бы.. Что ты понимал бы, вчера, когда полностью все кричали, Фууууууууу, понял? Мы думали, что они хейтят его. А то, что у него ник как у Кристи, то что делает Шууууууууууууу, поэтому все кричат «Шууууууууууууууууууууууу. Да-да. Да, да, а мы думали и мы вышли на трибуны, спросили у людей, типа, почему вы его хейтите. А они говорят, мы не хейтим, типа у него ник и мы кричим как Кристи... Ешь нужно поменять, чтобы я был Слава... Здраст Юстер. Сенадко! Сенадко! Какая Сенадко будет стрим, все будем включать and act... Бl, без чата плохо. Без чата плохо, брат, я с чатником сижу так, поглядываю. Ну, это, конечно, прикольно, когда вы полностью доминируете все выходы и меняете защиту на активную защиту. Все получается, вы идете, к вам заходят просто в лапы Наби, тут решают поджать ковры. Это странно, это странно, вот по этому раунду начинается в меньшинстве, у нас 5-4 ситуация, судя по всему, что на я буду пытаться собрать какую-то инфу по гитрайкику, по предбаннику Б-планта. Ну, два-два стоят, будто в сторону А сейчас лучше уйти. Ну, да, вообще не торопятся. Бля, реально есть люди, которые не знают, что Маус это Маус Спортс, понял? Они же потом, помнишь, какой-то момент ребрендинг сделали, они просто стали Маусы. Так, ну, вот этот, кстати, сейчас хороший мув от двойки, он сейчас полностью забирает весь мид, и пятерка втягивается на Б. У меня, кстати, такой вопрос, в каком году Маус Спортс стали Маусы? Ну, кстати, это недавно было. Это было недавно. Понятно. Смотри, какие заклировки. Ой, это очень важно. Им сейчас очень надо сделать. А, клир, быстрая перетяжка. Ну, вот этот. Хорош. Еще одного забрать. Лучший, блядь, хорош. А нахуй я болею за Маусом, блядь. Я просто за хорошую игру. За красивую, за красивую. Они должны понимать, что близко может быть игрок. Ой. Один в один, один в один. Бит. Против Броула. Есть в него время уйти. О, что ты делаешь, дружище? Умница. Просто на опыте забрал. Тоже заигрался, заигрался. Если бы он ушел бы после двух игровых. Да, он убил бы двоих, ушел бы взял бы в другой угол. Это вообще гений. Это было бы очень круто. Но так Девайс только делает. Вот именно так позиционно. Самый крутой снайпер это Девайс. Я, кстати, хотел Девайсу подарить. Какой Девайс? Лунуси. Даблый командир. Даблый, да, Лунуси. А кому ты уже подарил из пацанов? Гетрайта и Монуси. Больше некому. А кому еще? Смотришь, сколько у тебя еще есть кому что подарить? Тебе ты не волнуйся, тебе я сам привезу лично. Не, Шва, ты мой брат, ты меня уже приванул. Я тебе уже подарил много счастья, брат. Да, брат. То, что есть, это уже счастье, брат. А, на зеленый раунд. Смогут сейчас после этого раунда Нави как-то подсобрать кабину, интересно? Надо брать этот раунд. Смотри, опять тихо будет в агрессии играть. Просто раз... нет. Смотришь, это просто. Он не подсобрал. Он не подсобрал. Ой-ой-ой, хорош. Что? А что с этим сыном, блядь? А что его перекорежило? А он услышал в паласах, понял топот и думал там выход. Может ему этот какой-то троичный нерв, блядь, свело нахуй. Делка его развернула, блядь. Как будто его сзади мануальный терапевт в тот момент разминал и понял ему лопатку, блядь, этой иглой рефлексотерапии. Проколол, блядь. Ахуеть. Но это фейл еще. А что это было, интересно? Сейчас надо просто на лицо его просмотреть, проанализировать. Блядь, 12.8. Сделайте. Найс. Нет, так денег, брат. Ну, скорее всего... Все, эти советы. Не, он стал выходить из ковров и он типа разворачивался на ковры. Да, да, да. Не, скорее всего он просто, блядь, тоже залил на Na'Vi, брат. Да. Как обычно бывает. Такое, блядь, ребят, слушайте, ну, смейте, я с вашего турнира выиграю за первое место 500 тысяч долларов. Половина организации, 250 на пятерых делим, плюс тренера. То есть, тысяч 30 долларов я выиграю. С одной ставки он 1200 поднимет, баксов 300. Ебать, он додумал до всего. Конечно, брат. Он сразу просто развернулся, в самый нужный момент в ебал раунд и уедет на новом баркине револьтов. Кстати, это один из важных. И такой, блядь, инфу, говорите нормально. Пацан на наушник залагал, блядь. Такой, ребят, сори, мама звонила. Мама, хорооо. Кстати, кроме шуток, у Торче, этот чел из Маус Спортс, мама сидит в зале. Реально? Мы видели ее, пока к стрим врубали, маму у Торче. Смотри, что это нахуй? Бля, странная хуйня, это как будто им сработал. Кстати, если Na'Vi забирает пик Маузов, и Na'Vi забирает свой, то его не залитает. Ну, это на самом деле мышка по-любому, ну, сенсор сорвало, потому что видно, что у него на плече Рейзер, это как диагноз звучит. А он же вроде кимовунки давал вчера. Не, ему нет. Опа. Я только нашим слоникам даю Лунаси в рот. Гитрайт и Монуси. А, как хитрый код дал Лунаси, мышка в нужный момент лагает, и слава лутает со ставок бабки. О, прикинь, если ты можешь прошить реально, как-то понял, клаву или мышку, и когда будет важный турик, взять, вырубить ее. В чем все играют на этих мышках? В Сибири. Не, 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 пацаны. И ты просто программируешь. Лунаси против такого, Лунаси для успеха. От геймера для геймеров. W слоник. W, W слоники. W, W. Как слоники делают? Какой звук типа? У-у-у. Не, не, мэй. А-а-а. Маленький слоник. Бля, сколько гранат залетает. Смотри, банан. Сейчас у нас ретейк банана. 12.8 ситуации. У нас умирает. Хорошо. О, блядь, повезло. Повезло сейчас у нас Сержеру. Сейчас Серкин должен сторожем меняться. Джумхат. Как же жадно играет Маус. Очень жадно. Это мыши, понимаешь, вот и мыши бросит сыр. Они будут гореться за него. Ой, 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 понюх пизды, ебать ты, сука, блядь. Подожди, а чисто у нас. Джумхат убивает Вандерфлон. Да. Такое не протягивает тяжело. Ой-ой-ой, блядь. Будь здоров. Будь здоров. Ты как себя чувствуешь? Нормально, кстати, более-менее? Блядь, меня нормально так шоколит. Я просто чуть потею и все. Я тоже потею. Что? А, пониже все, понял, уже нет. 2 в 320, Сершин. Лох-эпэшный. Тоже номер. Ой, блядь. Как-то он так под мидл открывается и спиной, интересно. Ну ладно, тут сейчас слышат Има. О, с бомбой. На, на, беги на, брат, давай, давай, делай. Доблый условник. Успевает, да, по-моему? Давай, давай, беги. Но он не успевает, так точно успевает. Странно все. Да, все, заметил, есть инфа по нему. Он на шуте идет. Надо бить. Ну да, просто то надо понимать, что он-то не знал, что человек пропушил. О, человек-пивас, который вчера что-то сказал, а я не понял. Да, мы увидим человек-пивас. То есть как? Человек-пивас? Человек-пивас, да-да-да. Потом человек-под-пивас. Человек-под-пивас уже здесь у нас. По таймерам нет, под-пивас ушел. Человек-пивас еще не здесь, но по-моему дойдет. По таймингам, конечно, разъеб. Блин, ну, сейчас справедливости ради, одна эта карта в бездаче, чем в прошлой Аббстов-3. Уже интересней. Ну, так скажем, Мауза заставляет попотеть на Ави, но мне кажется, следующая вообще халява будет. А почему не поменяли счет? Поменяли. 8-12 голубрат. 9-12 сейчас, да-да. Нет, тут еще достаточно много шансов у Нави забрать эту игру. Ну смотри, у них... Не доводя до овертаймов, не до овердрайвов. Это бай раунд, и next бай раунд, ну, на 12-м. Следующим будет Эко. То есть, Маузам надо всего лишь полтора раунда взять. Сколько? Ну, полтора, в смысле здесь не такой бай. То есть, понял, счет будет типа 10-5. Все. Так понял, как секундка, когда квотер проезжаешь. Ну, шутка, чтобы ты плейл. Ой-ой-ой. Джей, или есть килл? Тут сейчас Сержан нападает, а они въебали раунд. Ой, а что стрельбой брат? Надо убивать, надо убивать. Оп, есть. Как же он долго жил, Сержан. Но это победа. Бит убивает сейчас Джимхата. Понимает Джимхат, то, что люркер? Хорошая умница. Возможно, понимает... Есть инфа по Сьюхе, что он далеко. Торчи с ОП пытается найти килл себе. Через церковь проходит здесь. Ищет Уима, кстати, позиция такая. Ну, ее только если он префом пикнет, он его убьет. Если префом, то решается. Торчи умирает. Ай, блин, а-а-а-а. Зачем он пикал, да? Вот это, кстати, проблема у Андерсова, которая была в Спире. И вот все время говорили, что он, когда остается один в один, он пытается на стрельбу что свести. То есть у него выгодная позиция. Вместо того, чтобы там что-то помыцевать, пожить, он пытается вот найти врага. Ну, у него просто такая позиция еще, понял, брат, что в ней... Ему надо было почему-то инфу получить. То есть он, наверное, быстро пикал типа КТ в надежде, что там типа либо нет чела, и он сможет отойти. И, короче, перезанять там... Как это там, блядь? Кафель ебаный. Он же не знает, где второй чел. Он может быть из церкви. Блядь, ну пиздец, конечно, сука. Только говорили про щу, и он делает. Блядь, это напряженочка, ребят, я вам так скажу. Пауза, да? Паузу попросили. Один байраунд остался. Да, судя по звуку... Сейчас, подожди, видишь, он сморгает. Там моргает пауза. Вот смотри, волну пытается запустить. Где, где? Справа пытается волну запустить. Блядь, я, кстати, никогда не видел волну на стадионе. Это вообще пиздец. Смотри, видишь? А, вижу, вижу, смотри, сейчас разгонится. О, блядь. А, все, остановилось. Я видел, они чуть-чуть там это выпались. Там, понял, ветер попутно идет, поэтому не получилось. Приколись, а кто-то из них плакат держит, его ветром сносит. Смотри, что делают. Закупают под один калаш такой полубай. Чтобы остались деньги на ласт раунд. Так, Муза, анти-раш все откинули. Чтобы спокойно холдить, смотреть, что происходит. Шма, как тебе вообще киберспорт вот этот? Охуительно, брат. Эмоции нереальные. Сейчас вот интересный момент, потому что контроль банана у Музов есть, они просто сейчас соберут инфу и могут оставить одного на бей и стянуться под а. Смотри. А, это он за стенкой стоит. Брат, а ты грузин? Нет, брат. Азербайджанец? Есть, есть. Я просто грузин, понял? Ай, бля, прикинь, брат, ну что делаем. Так, так, бля. В этом выхода накручивается. Живи, брат. Надо найти расстрелку. Ну, блядь, тут джель, без оружия, без бомбы. Максимально тяжело будет забрать такой раунд. А смотри, как это... Оп, чуть-чуть, ты знаешь, загробная фан-база. Призрака, знаешь, в Каспера хуйнул. О, тоже на второй раунд. Ну что, мы овертаймы смотрим? Подожди, сейчас фуллбай. Подожди, подожди, у нее фуллбай. Классная рубрика овертайна с овердрайвом, нахрен. Сейчас будет фуллбай у Na'Vi. Бля, но матч очень интересный. Да, брат, по сравнению с прошлой хуйнивой, которая за час прошла. Я сижу, в смысле, усы хауи свой. Ты заметил, аудитория просто поддерживает нереально. Да, Моза Маус. Миздец просто. Смотри, сейчас может подставиться. Бля, опасно, опасно. Тут много сейчас прострелов произошло, смачки у нас. Агрессивное занятие такое банана. Три игрока у Моза Маус. В таком раунде идет в агрессивный поджим. Обычно не читает, да, такого? Не, ну это будет в любом случае проверяться. Просто если нету какого-то эскейпа, значит, Сертион, у него есть гранат. У него все есть. Да, у него все есть, тогда это комфортно. Он, на самом деле, сейчас можно понял, убивает одного торча. Сершин, если одного забирает, просто кидает молик, и все. И они в большинстве еще не оба живо остались. Пиздец, пиздец. Смотри, смотри. Все, он еще и зонит моликом. Они понимают, что два банана прямо сейчас игрока. Три пода должно быть. Блядь, какой пиздец, какую шару этот, блядь, торчей повесил. Ну ладно, с ним мама сидит, на самом деле. Она дает прям уверенности. Не, не Майбах. Вайбах, Вайбах. А, я думаю, Майбах. Я думаю, мама дает Майбах. Вайбах это супер Вайбах. Можно заказать, да, Мерседес Вайбах? Или, значит, это, причем не Майбах, типа, Вайбах, блядь. Иии, блядь. Вайбах. Им проползает. Тут тяжело будет идти в песках. А, нет, единичка смотрит. Мы смотрим овертайм, ребят. Да. Ебать. Как они под конец включились полностью. Блядь, пиздец, там зал взрывается, нахуй, просто. Овация имела. Вандерфул. 1 в 5 такой забирает, Игорек? Может. Не может, не может. Да, не, мы за молотики. Охуеть. Ебать, чел, нахуй. Это мама, да, была? Это мама кричит. Это мама торти, блядь, взорвалась, нахуй. Молодцы, естественно. Конечно. Им буря эмоций. Лех, хочешь сесть, я постою. Все нормально? Прямо вообще. На самом деле, вот индивидуально, вот с Юхи, над ним все смеются, но как капитан, именно индивидуально, он, наверное, по стрельбе и как он двигается, он самый сильный в КСе. Я над ним не смеюсь, брат, только над его нехтейном. Какой у него нехтейн? С Юхи, блядь. С Юхи. Добавляем слово первым этим. Поддерживает как его? Кто его поддерживает? Мама. То есть он, получается... Мама Торж его поддерживает. В любом случае. Похоже, мама Торча, понял? Мама всех в команде. Да, ну круто. Мама Моузов. Сумолезная есть, кстати, мама Торча. Вы слышали звук из лоуплайфа? Какие хаёстки. Большие проблемы у Джейеля здесь. Да, просто зажимает его. Максимальная агрессия от Маус Спортс на банане. Смотри, Алексей Пи. Хорошо. А сможет ли второй килл? И второй сделать ваннукова? Прошивает? Смотри. А тут торчит СВП. О, низ. Как он хорошо стряфанулся. Прямо такой плечик такой. Знаешь, как Румба. И спрятался, блин. Но это, естественно, Na'Vi не будут сейчас на B выходить. Конечно, по-любому что-то сделают. Типа там. Да. Сразу разорвать под A. Не, все равно скопились под B. Будут пережидать смог и идти под B. Ну вот это немножко... Когда вот такая угадайка у контров, это сложно. Ну, угадайка всегда сложна, брат. Поэтому она и угадайка. Не, ну угадайка, в смысле они стоят 1-1-1. Как раз угадайка... Лучше угадайку играть, когда ты стакаешь, а утеряешь один плант, а второй проще делаешь. Ну да, да. Они сыграют угадайку на A. Но на B тоже... Смотри, смотри. Ну, сложно будет на самом деле. Торче вот такое сейчас разыграть. Если сейчас не более флешка, через верх полетит у нас. Ой, тут еще и мисс сразу. Все, он фул флеш, отходит в чардж. Есть килл у Торче. Окей. О, он убивает, убивает. Как он убил? Друзья, а почему они только бегут с SATA? Я тоже не понимаю. Он, знаешь, возможно, как тренер, точнее, как тренер для кого? Сол, который не говорит на языке. Ну, у Андерфлова очень хорошая позиция. Если он не промахивается, то он не промахивается. У него хаешка есть. Он убивает с хаешки, кстати. 45 хп, если хорошая хаешка упадет. Не, ну там так не закинуть. Надо открываться же, а там... Знаешь, этим маскинтболистом. Борис, смотри, смотри. Оп, вот она. 3 хп он не докинул, брат. Потому что каша не ел у него. Посмотри, он совсем зеленый, блядь. Красиво, базарной. Молодцы, молодцы. Да, еще два на уверенных. Базару Зиро. Ес, об Зиро. Молодцы, молодцы, Нави. Но торчер какую-то лютую хуйню вообще. Блядь, опять же, видишь, это аура мамы. Блядь, он убил чела, понял, прыгающего бита. Это охуенный флик вообще. Боже, ты из всей этой толпы нашел именно его маму? А ее просто постоянно показывают. Ну, я не знаю, я так понял, мне вот Гром сказал, что это его мама. Он подошел вот такой, типа, к ней Торчи, Торчи. А она что, мадер-мадер? Она говорит, W, W, говорит, Риттер Спорт. Риттер Спорт. Не, она просто дала ему Риттер Спорт. А торчер из кой стороны? Венгер, по-моему. Кто? Венгер. Все, понял. Ну, это я не знаю. Вроде, вроде, кобычный. Я тоже не помню, блядь, дай проверить, сколько угодно. Загугли, загугли. Так, Торч. Я в 30. Торчи. Он из Венгрии, брат, ты прав? Венгрии, да-да-да. Венгрии, верно. Ой-ой-ой-ой, слишком... Вот еще Молик у Броуна есть, чем потушить. Он сейчас очень долго будет жить. Бля, тут, к сожалению, раунд за мал, судя по-другому, ребят. Не-не-не, я примерно понимаю, как это выглядит, брат. Когда не заходит, когда есть смочок у игрока за тройку, он живет в этом смоке. Да, 13-13. Там обычно вот первые размены очень много чего решают. Твори, Челлаш обклеила, нахуй, знаешь, как скитолстрянка ебаная была, а у него Маус-трянка. Его обклеила логотипами Маус. Маус-трянка, да. Ты видел, что у нас внизу творится? Что там, брат? Ебать, мы там так все болеем. Ну там атмосфера охуенная. Внизу, да, мы, блядь, кричим орел. Где-то гонки? Не-не, брат, матч Na'Vi. А, я понял. Смотри, поддерживают Na'Vi и кричат. Важный раунд, на самом деле. Хорошо было бы Na'Vi забрать, чтобы покомфортнее себя чуть-чуть чувствовать за КТ-сторону. Смотри, пачка перетягивается под бэк-плэнт, минуты 20. Интересно, что четверть, да, не сейчас. То есть, если сейчас... Смотри, им залез... Ой-ой-ой, хорошо, что выжил. Хорошо, что выжил. А есть инфа у меня, то, что Сьюхи агрессивно играет в ребрах. Он понимает, что он, вероятнее всего, играет не один. Смотри, смотри, смотри. Посмотри, брат. Чего он пикать пошел? Ну, это Типа П, он неожиданно очень было. Вот эта флешка охуительная была просто. Ну, хотели загнать, они получили инфу, увидели, что Клир. Подумали, что он люркер, и все под бэ стоят. И хотели потом его подбить. Окей, ну это 5-4. 5-4, и всего лишь один игрок под бэ. Смотри, Апачка куда идет? 30 секунд. Апачка на А идет. Смотри, все перетягивается. У нас перетягиваются торчи с ВП, блядь. А он опасен с ВП. А смотри, еще и перетелся с Шьюхи, блядь. Это важный дуэль был очень. Это важный был дуэль после его победы в этом дуэле. А вот сейчас можно зажать, зажать джимхата. Пунту, а где игроки-то все, блядь? 18 секунд. Бля, брат, это пиздец. Надо играть, пацаны, у вас 15 секунд. Вы должны чекать. Прочекать, прочекать. Ну как так, брат? Блядь, у вас... Ай-яй-яй. Опорник жив, нахуй. Ну как вы заходите так, блядь? Алексей Би на Б. Алексей Би на Б, он тут и пустует, никого на Б нет, блядь. Он зашел на Б, там было Клир. Он им кричат, гоу Б, 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 Клир. Они чуть-чуть стояли и такие, не-не-не, мы уже на А, мы не успеваем. То есть они друг друга запутались, за это вот такая суматоха произошла. Блядь, ну пиздец вообще, нахуй. Ну это на бьёб похоже очень. Какой пиздец вообще. Ну в начале карты, я думал, смысл здесь прям уверенно будет. Я тоже думал, что сейчас на Ай просто выстегнуло, блядь. Мы уже потом разыгрались и начали жестко настигать. Нет, я сразу сказал, что тут типа соу повтора вчера не будет. Блядь, ну как они не прочекали Дефона, они же не убивали опорника. Просто когда есть инфа, то что Б клир, очевидно, что Чилы падают. Почему опорника не чекают? Типа либо падали бы в перетяжке в моменте, то есть как бы не может быть Б и А клир, когда четыре Чила живо. Вообще, мне кажется, когда ты забегаешь в плент, у тебя основная позиция это близко слева прочекать. У тебя Чил чекает пески, чтобы тебя не убили, когда ставишь. Ты чекаешь шкифон, всё. У тебя больше негде, откуда убивать. Да, ну некуда смотреть. Они заходят, они спиной, блядь. Он заходит спиной смотрит в пески. Ну опять же, знаешь, мы можем на них гнать. А там окажется, что ему там инфу орали, большие-большие-большие члены. Да, ну он про другое говорил. И они туда, понял сразу. Ирванули, мужики. Бежим, пацаны, на ножах, нахуй. Так, что у вас здесь, господа? Брат, у нас есть пиздец, мы в смысле пахпы. Ребята, а можно попросить Пепси Колу? 14-13 в пользу команды Маус. Именно Пепси. Сменилась, да, у нас сторона? А хотя нет, Колу зеро, Колу зеро. Получается 2-1, да, после первых дополнительных. Так, я Доктор Черри хочу. 2-1, брат, в пользу Маус. Очень грустный последний раунд был. Броун. Надо отсосать. И в этом шаре, брат. Хорошо, бит! Бит здесь прак, от него опять 420. Блядь, там чё? Что за хуя, посмотри, что хп оторвало у Вандерфорта. Он просто жопой, левую жопу, гранату схавал. Да, в принципе, посмотрите. Вот тебе за инфу в прошлом раунде. Посмотрите, в принципе, на левую сторону, сколько там хп остается у команды Na'Vi. Проблемы. Быстро рассыпаться будут очень, не очень хорошие, даже, наверное, решения по итогу. Но у Ima хорошая позиция, если смог, только заположили. То есть, если он перед развейкой будет играть. Они, наконец, в фейтсмока полетит раскидка. Это будет фаст сплита. Климпад. Вандерфул ждет с Аликом. Я думаю, их классический 2-2-1. Блин, как Вандерфул. Хорошая работа. Есть фраг. Ситуация уже 5 в 3. Шьюи тоже и Ксершин втроем против пятерки. Из команды Рожденных побеждать. Бит вместе с Вандерфулом на позиции Электроника. Тор же просел немного по хп. Вандерфул все еще в позиции. Проманкивается, даже не успевает. Бит. Выстрелить. Ксершин. А здесь второй. А здесь спинная. И это раунд для команды НАВИ. И это 14-14. А знаешь такого исполнителя? Газмандерфул. Газмандерфул? Да. Олег? Олег Газмандерфул, знаете? Слышали, он вертушку делает. Сальто. Это Рафшан. Это да, ты перепутался с Рафшаном. Рафшан вообще поет? Ну так, брат, иногда, когда пьяный. Когда душа поет, он сам поет. А небо плачет. 14-14. 29-й раунд, господа. Напомню, что нужно выиграть 16-й, для того, чтобы стать победителем на этой карте. Ну либо нас снова будут взять топы. 15-15-ти поехали в 8-й раунд. Сальто между двумя смоками заживает, блядь. Смотри, посмотри, кстати, расстановка сейчас. Один игрок сегодня. Это возможно быстрый раунд. Они 4-б начинали. Да, начинали 4-б. Смотри. Ройка смещается. Да, вываливается на ребра, смотри. Сейчас будет вываливаться под флешку. Жудут России куда-не, нет, будут смоку валить, смотри. Гоу. Есть, блядь, не залетает, сучка. Нет, нет. Как? Бит, отличная флешка. Име также подключается. Бит, будет ли еще один фраг. Бит, зажимают его, закрывают все-таки. Име еще один фраг. Блядь, Име. Име, шрифт 2, ситуация 2 в 2. Олег Сиби. Какой хуя. Вместе с Желем. Продистор, Жик Сершина. А смотри, Тертьон, как грязно играет. Пошел в флотную. Там просто смоки, блядь, смотри, какие. Падает смок на ретейк у нас от Песков. В нем просто в Сершин дырку играет. Тут Торчестый дырку смотрит. Это, в самом деле, мугафа просто стоят. Да, но хорошо, что на ней пошли вообще так. Потому что мы, как бы, я думаю, не проевали бы эти кошки-мышки. Посмотрите, 2 фраг-лидера у Маус. У одного 22, у другого 20. Это те самые убивашки, которые должны делать. Дрель пытается, Джей не получается. Торчестый, Дрель, ракшрик. Есть ли ты? Да, лет гау. Я сказал, что очень плохо Муза стоят. В, в, блядь, мугафа. Подожди, Чма последний, последний. Чма, делает дело. Ты ставил? Да, 500. Сколько? 500 рублей на Na'Vi. Да нет, обратно, у него все начинается с трех нулей, понял, минимум. Хайлайтер предыдущего раунда на ваших экранах, друзья. Накапал чуть-чуть микрофон, не ах, уж не стало слышно. Но пока... Да, реально? Прочистил Ака-Кола, знаешь, говорят, что Ака-Кола известняк ебаный на чайнике убирает. Пока это пятнадцатый. Он только по концерте именево сделал. Показывает аудитории не шуметь, еще ничего не закончено. Все только начинается. Один раунд отделяет команду Na'Vi от победы на вражеском пике. Именно Маус взяли карту Инферно. Дальше мы будем смотреть пик команды Na'Vi. Что там будет, одному богу известно. Но пока бай с одной и с другой стороны. Раунд под номером тридцать. Хорошая держка, смотри, минус пятьдесят. Вандерфул не промажет сейчас? Надо за прошлый раунд отыграться. Тут в целом должен быть легкий выстрел. Ну да. Он должен просто сейчас выйти и присесть, по-вел, на коротском стрельфе. Ой, умница! Смотри, еще будет пикать. Нет, смотри. Ну, возможно... Смотри, какой солдатик головянный, блядь. Ай-яй-яй, Брола набивает бета, второго не читает. Тиме, умница, брат! Бежит, бежит! Борик еще, ебать, W! Хорош! Умницы! Блядь, просто молодцы, брат, забрали. Ой, хорошо, посмотри, что за ним творится. Ебать, хорошо. Na'Vi на один шаг ближе к победе, мои господа. Команда Na'Vi выигрывает пик оппонента карту De'Inferno. Ma'Vi проигрывает на своем пике со счетом 16-14 на первых дополнительных раундах. И мы с вами посмотрим вторую карту пик команды Рожденных побеждать. Там пистолетку, походу, Мауза выиграли. Один в два ситуация, AlexiB против Sershan с Броуном. Ой-ой-ой, AlexiB один в один ситуация, Броун 37 хп. А, все, уже включили, блядь. Ай, блядь, сука. Все, забирайте ноутбуки. Все, нахуй ноутбуки. Че, давай я пойду, слышишь, Вадю позову. А, он сейчас, сейчас придут. Поднимутся? Да, сейчас с ним придут. Давайте, я дожидаюсь и чай сделаем. Потому что я потом посадь схожу, когда ребят подойдут. Писни, писни, писни хочешь? Ебанутый. Прям пиздец, блядь. Смотрите, это пик Маузов, да? Это пик Na'Vi уже, брат. Но, к сожалению, пистолетку чуть-чуть не хватило добрать. Прям вот, блядь, на донышке, нахуй. Помнишь этот мем, на донышке? На донышке, да. Блядь, какой-то год вообще, нахуй. Как ее звали? Шурыгина? Шурыгина, Диана. Да, Диана. Блядь, стил ходил на это, кстати. Да, пусть, не, это пусть говорят. Так, пришел, ебать. Так, садитесь, старший брат. Овердрайвчик под скуфи-дроном. Тут тяжелый раунд для Na'Vi вообще такого не выиграть, наверное. Че, вы не против? Я быстренько отолью. Че? Отремитируйте чуть-чуть, пацаны. Дайте мне. Продушаться еще. Там 4, сказали, 4. Вадя придет, начните все писать. Мауфи плюс Вадя, трампан, любозь. Дабли, дабли, окей. Все, начнете, секретничай. Пока меня никто не слушает. Ой-ей, вообще нет. Так, 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 я тут. Где Вадисхан? Так, ну тут. Так, Лёх, меня слышно? Ну что, вторая карта полетела. Ну, на самом деле, глобально, то, что Мауза выиграли первую карту, ничего такого... То, что Na'Vi выиграли первую карту... На'Vi, да. Да, ничего такого страшного для Маузов не произошло. Совершенно. Это не So, которые такие новички вот в этом большом спорте. Совершенно. Это просто... Они выиграли много тир-1 турниров. Да. То есть, такие карты нужно уметь проходить. Слушай, начало хорошее для команды Na'Vi в сложной борьбе, не на своем пике, на пике команды Мауз. Начало для Мауз хорошее, ты имеешь в виду. Не, нет, начало для Na'Vi. А, первая карта, да? Да, в принципе. В этом противостоянии Вадим. Здравствуйте, мы рады вас приветствовать. Как у вас дела, как вы подываете? Здравствуйте, ребят. Извиняюсь, что отсутствует, как говорится. Что-то с животом, да? Да. Пульпит. Такое бывает. Пульпит в зубах. Мы нам сказали, что когда безалкогольное пьешь, живот сворачивает. Да, я что-то опиздец с этого безалкогольного. Ребят, я так нервничал, это просто пиздец. Я сейчас два зуба себе вырвал. После алкогольного или из-за Na'Vi? Я из-за Na'Vi. А, из-за Na'Vi. Это жесть, после 9-3. Давайте посмотрим. У нас здесь пока команда Мауз деклассирует своего оппонента. У Na'Vi нет шансов, скорее всего, в этом раунде, если не Валера Пит, который попытается варберфул. Варберфул. Бля, вроде казалось бы, Мираж должен быть суперпростой, да? У Мауза хороший тоже Мираж. Это Инферно, это было просто какой-то ужас. Тени Батюшки к провайдеру, и на вторую карту подлетело. Ребят, как мы там делаем, да? Или так мы уже не делаем, Батюшки? Нет, мы это не делаем. Ребят, Инферно, это просто ужас. Хотя тут, в принципе, начало 3-0. На самом деле, Мираж тоже карта непростая, здесь все, что угодно может произойти, поэтому давайте подождем. Мираж как будто все умеют играть, но по последним результатам Na'Vi прям ебали Маузов на Мираже. Ну да, ну просто 3-0, начало. Бля, пожалуйста, парни, блядь. Напоминай, брат, у тебя полтораха стоит. Хорошего вам каста. У тебя же полтораха стоит. Ты помнишь? Ребят, деньги это просто средства. Хотя что такое для Вади полтораха? Это не в поесть не сходить. Да, полтораха это, блядь, за 10 минут как не ехал. Это, кстати... Нет, для меня, Инферно, это было ужас, если честно. Ты что, понимал, я думал, они карту за 15 минут закончат. Там 10-3 был. 9-3, все, я только сижу, побиваю водичку. И тут просто в рот накидывают. Помимо водички, да, чего-то. Подожди, а что у нас с коэффициентами? 2.40 на Na'Vi. Ну, все думают... Это хороший кэф сейчас можно поймать. 2.40. Подожди, это адекватный кэф? То, что типа, ну, 3-0. 4-0, я считаю. Все думают, что, короче, всегда, понял, в таких матчах, все всегда думают, что будет размен картами. Типа, в напряженных. Из-за этого, несмотря даже на то, что это пик Na'Vi. Я думаю, что, знаешь, что какое-то тут... Они смотрят, что эти практически никого не убивают. Наверное, да. Да, чтобы тут полная доминация на Na'Vi. Там киллов нет. Да, что даже клачей нет. Там только у Валеры 4. Поэтому ставят противоречные. Там убивать-то и не с чего, блядь. И это, кстати, на самом деле, хороший вариант, чтобы это взять. Смотрим на чатер. Вадя плюс. Ребят, блядь, как же я эту ксу переживал. Это просто ужас. Ребят, поверьте, батюшки, выебано будет. Сейчас не понял. Нет, я тоже. На хорошее, кстати, начало миражам. Плюс-минус привык. От Na'Vi видит, типа, 9-1. Поддерживают, смотри, Na'Vi кричат. Брат, а ты видел, как вообще шизят нахуй ультрасы, блядь? Скоро будет киберспортивный около футбола. Нет, ты понял, насколько за Мау Спортс вообще орут? Вон там, смотри, ультрас, блядь. Маус ультрас написано. Они ж пизды дают потом, когда выходишь из этой серии. На хуй их, на хуй. Ай, блядь. Смотри, тут у нас, значит, очень медленно играют Na'Vi. Маус не пытаются играть в агрессию. Бля, Маус очень сильный. Ой, хорошо, ИМ, выебан, шиюхи. Бля, сразу размен, Молик. Отгоняет его Моликом. Шорма убить. Тут, на самом деле, да, сейчас не подставится бы ИМе. ИМе подставится по-любому. Ну, кстати, ебать его просили, 40 хп так. Да, нормально, это еще нормально. Есть понимание, что Броу где-то в джангли бродит у нас. Хорошо, открыли Б. Но есть инфа по пачке, брат. Эта пачка умирала. То есть они понимают, что бомба под Б весь тянулся уже у нас. Подожди, но это, скорее всего, А будет. Правильно я понимаю? Это будет А раунд. Бля, это так важно было не умереть сейчас от него и ебнуть его. Брат, это 5-0. Скорее всего. Ну ладно, блядь, вспомни Liquid Face. Вообще похуй, за КТ перейдут выебан. Главное просто набрать свои... Не, нихуя это не так работает. 4 раунда набрать и все, брат. Я тебе говорю, ну ты смотрел Liquid Face? Да. Ну, блядь. Ну, это же бывает раз, блядь, в тысячелетие. Ну, сейчас будет 2 раза в тысячелетие. Тысячу. А я один слышу Грома? Там есть Молик. Что, это 2 флешки, правильно я понимаю? Пачка ставится, 2-3 ситуация, игровая ситуация на самом деле. Главное, что бомба установлена. Джан, Нока, Тен. Есть шансы? Ой. Попал, попал, но, блядь, не убил, в ногу попал Сершину. 8 хп. И Торже, кстати, тоже попал. Если Джейль не убивает Торзи... А Торзи не будет играть, а Торзи будет в принципе ждать просто. Я думаю, что он... Очень медленно, да? Да. Вандерфул. Будет пикать что-то. Блядь, Вандерфул не убивает. Убивает, убивает, брат. Блядь, он убивает того, кого 8 хп. Нееет, он не убивает вообще никого, блядь. Как так? Джейль не замен... А у меня пули, пули закончились. Смотри. Найс! Найс! Блядь, Джейль, пожалуйста. На Тенку. Нееет! Найс! Блядь! Созреки, блядь! Ебан! Хорошо, блядь! Генни, ебаны! Это жестко, да. Вопрос охуи. Блядь, охуи! Как хорошо, что он голу дал именно тому, кому было 100 хп, блядь. Из голока он убил, у которого 10, поэлл с хита просто сершина. Или 8, да. Блядь, W вообще. Смотри, одна пуля, смотри, смотри. Против одного, да, нажатые, блядь. 4-0. Самое жесткое, что Билл... Знаешь, что странно? Что он слышал, что у него кончились пули, и он отпустил диффузно, вот на таком. Видел, че? У него DM-ки лежало. Он бы в любом случае его убил. Он качнул так. Каундаун, говорит, ребята, блядь. Релакс, беквайт, блядь. W! Блядь, здесь сидит, блядь. Не смотрите, батечка, куда. Не смотрите, ну нахуй. Брат, я его сейчас пойду, перепью. Не надо! А, шучу, конечно. Ну его нахуй. Всем здорово, че. И пацаны, здорово. Здорово, здорово, громчики. Как гром среди ясного неба. Есть такое. Слушай, ну какой сумасшедший вообще раунд сейчас от JL. Просто красавчик, я ебать кайфанул. Но JL он фаер просто на этом чемпионате. Блин, но все равно опасно в плане денег. Ладно, а третья карта какая, я не посмотрел. Эншн третий. Эншн, хороший. АЕшка, хороший подвал. Не, не очень хороший. На пол шучу. Залетел. Так, пока. Смотри, сейчас будут отрезать мидл, отрезает коннектор. Сейчас потихонечку будет шорт проходить. Это точно, наверное, не будет сплит-б, потому что минута на таймере, а игроки до сих пор стоят пода. Это сплит-а что ли будет? Они сейчас будут оставлять чела в коне? Будут искать кого-то, пода. Тут такой сетапчик. Бля, хорош. Просто им в коне. Он по-любому знает, что чел играет. Это 3-1-1, сплит. Так, JL. Рашмолик. А, Сюхип убивает имя, блядь. Валера, ой, Кабелла, Кабелла. Причем это раунд за два, еще там по деньгам все очень плохо. Одна пуля, блядь. Бля, прикиньте, блядь, я бы это забрал. Просто все на него падают, его в голову. Все под прицел прям. Блядь, честно, очень странный раунд. Непонятный, как будто задумка не до конца была реализована. То есть еще в Валера вышел. Они поторопились. Надо было спокойно встать на позиции и сделать сплит. Они что-то один побежал. Я понимаю, почему переволновался. А, никого-то больше интересно еще переживать. Человек-то и двое стали пушить яму. Этот закон, у меня пуш-яма, и эти стали бежать. Там еще и по гранатам на самом деле все не получилось. Как будто, знаешь, что было прикольно. Сейчас делать тот же самый раскид, то есть начать так же этот раунд и доиграть сплит Б. Там денег нет, там денег нет. Моуспорс очень хорошо выглядит. Очень хорошо выглядит Моуспорс. Не, они вчера так ебали, брат. Да, там хирошанцы не оставили. Они реально крутые. Вот именно крутые, блядь. 5-1, охуеть. На Мираже. Кому на Мираж недавно проигрывали? Оп, и мы. Еще здесь скилл. Есть инфа, по шарту никого не видит. Блин, здесь на БС только фэнглов на самом деле для диффенса, что прям, не знаю, тяжеловато выходить в одного, тем более, без флешек. Ну, тут ему нечем рисковать. То есть тут флэка. И да, есть чем рисковать. Ну смотри, сейчас БС открыть. Ну как открыть, правда, там смок уже не открыть, ничего не делать. Маус просто чекает карту и ищет, где есть пистолеты. Тут попытка через имя была сделать open-frag под Б, но там очень сейвово ребята играли, там никто не вычел, ничего, прям спокойненько. Так, ну они вторым темпом, типа, перезанятие центра сейчас делают. Ну и куда? Выход сплит, просто коннектор. Да нет, ну тут в целом... Мертвый раунд. Тут как будто. Тут скорее знаешь, скорее просто занять центр, выбить какой-то девайс, и с девайсом уже потом пойти... Ну если только не повезет, знаешь, типа вот... Идеально вообще с деглами, это конечно интересное. Смотри, смотри, смотри. Да. Оп, оп, оп. Ой, размансовали. Бля, и не добили, приколись, что самое обидное. Ой, бля. Шанс 5-0. Да, экономику еще одержит. Ахуей 6-1, блядь. Экономика толстеет, ребята. Причем сейчас нужен какой-то будет зеркалка. Сильная сторона от Мауса, камбэк от Na'Vi. Как вариант. Не, я реально верю в камбэк. Вот три раунда Na'Vi забирает, забирает пистолетку, камбэк будет. Да. Ну, не, 6-1 это очень круто. Нет, слушай, если будет 8-4 первая половина, это норм. Это норм, реально. Да, у них хорошая дефенс. Да, да, да. Мне тоже кажется, что за дефенс они прям будут себя очень уверены. Будет сейчас главная задача это набрать пару раундов для Na'Vi. Я говорю, когда играют структуру на структуру, это очень сильные стороны. Ой, е-е-е. Блажные корчи. Ну, так, справлюсь ради, Алексей Би как-то полетел. Знаешь, так, как будто он хотел побыстрее умереть и раунд расколить. Валера, как всегда, играет коврейн. Пожалуйста. Ай-яй-яй. Как, блядь! Это джангл, ебать хусь, раны. Молик, коврейн, теперь не выйти. Нет, в целом этот раунд расколить еще могут, типа их. Видишь, как они понимают, что кого они убили и куда надо смотреть, где следующий. То есть смотри. Блядь. То есть сразу уже пошли. И мы пизда полная. Хорошо, а второго не прочитай, не в одной. Не в одной. Ну, Найд! Хорошие мы, блядь! Уйду в бою. И теперь мы взяли на сплит Бенника или сплита, не знаю уже. Все равно как будто... Опачка, смотри. Там тело уже бэкбэк. Бэк подпушил, бэк подпушил. Фу, хорошо, что Найдет. Блядь, уже пат и пиздец позиция. Это раунд А, пятерка сейд. Не, все, хуена, это раунд фада. Он сейчас не убьет коврейн и развернет смотреть крысу. Ну, коврейн он по первому таймингу пикать не будет. Пацаны, поверьте моему опыту, ебанутому, все заебись. То есть коврей выйдет первым? Да, это скорее всего 6-2. Да, потому что если бы сейчас он с бомбой пошел на джимпхата, были бы проблемы. Ну, смотрите, условно пачка выходит с ковров. Если дает даже первый фраг, Бролан второй из ковров разменит, либо разменивает с окна. Восьмой, это у нас Има. Знаешь только в чем все проблемы? Он же будет ставить под джангл, да? Нет. Он будет ставить на обратку дефолта сейчас. Ну все, Има секьюрит еще позиция. Он будет ставить под кт. Зиби, зари, зари. Ой, 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 ой. Эй, сзади, брат! Посмотри! Има! Блядь, блядь, сука! Я же тебе говорил, он будет ставить на обратку дефолта. Найс! Время есть, дефолт! Время есть! Время есть! Что делать у парня? Он успел, успел. А зачем стрелять? Ой, ой, ой. Пизда. Он что, он думает, что в кт ушел? Блядь, хороший каешка, пиздец. Вот только в голову. У него инфи никакой нет. Он где хочет, может быть, по его дефолт. Джейль на звук просто будет играть сейчас. Да! Блядь! Блядь! Крош! Блядь! Блядь, какую они странную фонюс сделали. Два раунда от Нави и два раунда от Джейля. Два раунда от Нави и два раунда пиздеца. Два раунда, к сожалению. То есть, когда раунды берет Челп соло, это не очень хорошо в командном плане. Но лучше так, чем дочекал. Ну вот как-то так. Лучше так, чем, блядь. Да, странно, что он не чекал кон, когда в ходе. 7-1 это был бы полный пиздец, типа. Это да. Скорее всего, не дочекал, потому что, типа, по идее, по таймингу, головы должны были проверять А. Вот на таких минутах. А кон? Либо кт, либо головы проверяют всегда. А кон? А кон? Не, он обязан был дочекивать. Он в любом случае, да. Я не же бомбу под эту позицию ставлю. Он в любом случае, мышки должен был путь. Они подочекали на лестнице, решили такие, типа, ну ладно, херст. Ребят, напоминаю, прямо сейчас от наших партнеров. Бля, 2.55 на Нави, охуеть. 2.55, совершенно верно. Коэффициент на Нави, 1.45 на Маус Спортс, по ссылочке в описании, промокоду БУСТЕР. То есть, Нави ведут 1.0, это их пик Мираж, и на них 2.55, охуеть. Ну счет, да, счет просто 6.2 именно в этом интернете. Я понимаю, да, да, да. Слушай, но я бы здесь, честно говоря, не делал акцент на том, что это пик Нави. В принципе, это равноценный пик для 1.2. Не, не, 100%. Я к тому, что здесь не особо важно. Найс! Смок нахуеть, гандон! А денег, денег нету, Маузов. Это очень важный раунд. Это раунд за 2 сейчас у нас. Хорошо. Ой, плов. Ой, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. Найс! Хорошо, блядь. SCP в пятку в ебалых елес, блядь. 13 хп всего отнял, блядь. А Бронон с Аугом здесь. Ой, 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 ой. Что это, блядь? Так, он, Рубен Брусс, а есть отбитатель. Блядь, они так на пятом левеле выбегают. Вот это пиздец, вот это сейчас пиздец будет. Блядь, флешки нет сюда, да? А ты думаешь, он будет выходить? Да, будет, походу. Флешка под ковры полетела. Найс! Хорош, Дель! Блядь, какой гений? Жэль, блядь! Никто не смотрит. Вандерфул. Игорь забирать надо. А на флешке он начал смотреть КТ, если там его чел. Но ему в зум входить нельзя, сразу с палеца. Сразу с палеца. Блядь. А я не понял, почему Джэль спиной зашел в джангл, при учете, что его чел в КТ-контроле? Они под ковры чекали, потому что нужно коврам было выйти расчекать КТ, а типы выходили под КТ. То есть типа Кросс получает свою образу. Ну, блядь, ну вот так вот не затаймили. Смака не было в джангл, это самая главная проблема. Но он убил обратно в джангл, второе. 7-2. Вот это странная хуйня, конечно. Они были уверены, что это сетап 2 КТ. В принципе, это и было 2 КТ, но и второй джангл пришел. А минус 4 жемхат сделал с этой позиции? Вот непонятно, то ли 3, то ли 4. Бролон на тиктинстоп. Блядь, вроде казалось бы, на допах отдали игру. Ебанутую уверенность я уже чувствую. Да. Ну, это просто другой класс команды. Он похер. Да. Потому что проиграли, забыли. У таких команд между картами идет обсуждение не того, что было, а они спят, что карту обсуждают с нулевой. Черт, говорите, парни, это героик бай с одним девайсом в целом. Если сейчас Na'Vi забирает, это может быть спокойно даже 7-5. Там экономики вообще нету диффенсов, поэтому можно нормально сейчас распетлять. Скорее всего, это все-таки 8-2. Сейчас посмотрим, там убито Калашик, бит может какие-то киллы найти. Нет, тут смотри, сейчас какой раунд. Тут сейчас падает смок на внешку, тут смок на внешку падает. Да, и 3 ковры выпрыгивает. Валер, давай, пожалуйста. Если Валера сейчас убивает. Давай, 3 ковры падает в дефолт, это... Хорошо, хорошо, на релоуде сдавить. Хорошо, хорошо, есть мистер по одному. Там джангл сейчас откроется. Пизда. Да, мистер полный вообще-то, да. Гранат не хватил на этот раунд 100%, но они дали один по сути на внешку и все. 8-2. Ну теперь только два подряд брать. Нет, в Теории с 9-3 тоже вернуться можно. У нас же вернулись фейз-11-1. И Молл за с 10-3 вернулись. Нет, вернуться-то естественно можно. Но если так рассуждать, то ситуация у Na'Vi сейчас в два раза лучше. Ну ладно, и Na'Vi мог вернуться в игру. Правда, это пиздец счет. Ну что делать? Не, я говорю, 8-4, это охуенно будет. И Молёха правильно сказал, когда структуру на структуру играют. Тут малейшая одна граната может вообще вершине, что-то на фонус. Сколько он тупо израсходовал вот эту... Потом придет будет зарплату просить. Он такой, видели, что я показал ребятам? Бля, ну барни, я с 10-2 это пиздец будет. Подожди, 10-2, подожди. Да, 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 это самый такой неудачный сход. Вот это тебя подбодрит, я знаю. Пошло, пошло, поехало, бля, погнали. Так, ну инста полетел в окно, по первому таймингу будет пик от бетан, но... Кстати, можно. Можно, можно. Валера еще одного, блядь. Найс, блядь, сосан! Хорош, блядь. Сосен, блядь. 5-3 доиграть, не обосраться, пожалуйста, блядь. Ой, умер, умер, бит. Нет. Он сильный, пиздец, браво. Убитая еще гранатка есть. Молик можно в джангл каком-нибудь под кроссы пройти. На самом деле они переигрывают. На самом деле он в 30-30. Сейчас надо выдохнуть. Они любят, они сейчас будут играть, как будто это 5 на 5, типа сначала. Смотри, сейчас пойдет чел, где-то сольется просто. Ну а защита вынуждена будет идти, где-то искать сейчас фраги? На самом деле, знаешь, что кажется, сейчас будет? Они сейчас просто маус гемблидят. Тешник пойдет, сдохнет где-то, как всегда. Не, сейчас просто на самом деле заебись маусом загемблидить. И в одну точку встать. Это для них именно ху-менее расклад. Ну да, типа панели пропал. Ну да, 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 либо так, либо засейвить. Он сейчас выйди пятером под Б. Каков шанс проебать? Большой. Большой. Обычно это так играется. Видишь, они гемблят, видишь, смотри. Не. Смотри, сейчас, что будет. Сейчас семерка пойдет. Один Б, смотри. Он сейчас забустится, забустится в окно. Ой, а им это услышит. Слог в окно падает. Ой. Найс! Хорошо. Это победа. Они из Мором взяли, правда. Это победа, да, скорее всего. Нет, правильно, не надо торопиться никуда. Аккуратненько все, зачекать на Валеру, блядь. Все, два человека на Б встали. Муза, да, сейвит под Б. Заебись. Деньги там. А там же Лос-бонус про сути. Какой один или ноль, да, помню. И четыреста, и тысяча девятьсот. И четыреста. А, нет, тысяча девятьсот. Девятьсот. То есть вот трех типов. Бля, ну лишь, если чё, если чё, насчёт хуйня полная. Нормально, нормально, брат. Не волнуйся, это серьёзно говорит. Это W, W. В принципе, да, у одних засчитывал суперсильный, у вторых. Поэтому здесь. Восемь-четыре, мне кажется, идеальный контролюс. Знаете, какое главное верить, блядь. Это W, W. Это W. Пацаны сейвят. За них выплывут. А хотя не факт, что у них получится. Вандерфул уже идёт накрывать. Там два человека будут пытаться выбивать, но... Но они прям очень далеко, если честно. Сейчас. Секунду, у меня тут. Геморрой выпал. Бля, парни. Там меня просто сдувало. На, сильно дуй. Кстати, там денег. Хорошо, молодец, Игорь. И дальше ещё. И вот этого бы схавать было шикарно. Посмотрите. Бля, 17 киллов, я ебал. Да, посмотрите на стату Сержина, это охуеть. 18 на 4. Но там авика не будет на последний раунд у команды Мау Спортс, что тоже важно. Но быстрый темп они не ожидали в предыдущем раунде. Там пол от Андрюх сейчас какой-то падёт, скорее всего. Как мы мираж выигрываем мутинспилит, блядь. Брат, я тебе говорю, стой, 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 сейчас всё хорошо будет. Знаешь, как говорится, поверью в мечту. Мне не нравится счёт 8-3. А 8-4 нравится? Нет. А какой нравится? 12-ой. Ну, из такого можно проебать. Они вот последнюю 10-3 был счёт чуть не проебали. 9-3. Так что это, блядь, на самом деле... Не, 10. Не, 10-3 был. Они выиграли по столетам. А, ну да, да. Ганнфайв пока 1-1 за выход. За выход на... В Атланту едем, старичок! А с кем мы играем? Маус NXT. Тоже против Маузова, правда. Слушай, бля, прикольно. Нет, у Академки Маус, конечно, какая-то суперсильная, не знаю. Она, кстати, у них не падут инкубатор вообще всех топ лучшего. Здесь же, по сути, весь состав группы был практически весь состав Маус и Академки. Самая сильная Академка перед Академом. Это для тебя, а так, конечно, Мауза. Продлен контракт. Нет, зарплату повышен. Перед, Маус. Вот три самые сильные Академки в мире. Там техническая шоколадка, что ли? Что, посмотрю. Прикольно, что можно повернуться и посмотреть. Ну да. А, нет, фристайм пошел. Все, пошел. Вот глянуть. Ой, я сейчас. Пацаны, пультик срочно телек. У нас пиздец парализовала, бедолагу. Тыкиньте, да? Ага, сейчас. Спасибо, услуги. Так, ну че, вот такой лишающий. Четвертый прям вот охуенно будет. Бля, там чел 17 килов идет. Ебаный, настрадавца. Я прям чувствую, что это 9-3 и камбэк от Na'Vi. Типа повтор первой карты. А мне кажется, 84 будет. Мне тоже кажется, 84. Ну так-то да, это будет повтор. Так, а где скаут у нас играет? Четвертый номер, четвертый номер. А, на B креп идет. О, Лер-7. Бля, что-то агрессивно идет. Да, ну да. Хочет он прям постреляться. Это имитация выхода на B от команды Na'Vi. Но мидл заняли. Они сейчас пытаются найти где-то перетяжку в район-центр. Там может кто-то подставиться. Эликсибик он занимает, это важно. Это важно. Да, да, коннектор забрали. А вот так... Блядь, я думал, он выходит. Не, не, он не пойдет, конечно не пойдет. По гранатам еще много всего у Na'Vi, а вот у Маус по гранатам все очень плохо. Два дыма и одна граната. Будь здоров, брат. Спасибо, мужики. Так, ну... Ой, пацанычка. Ой, хорошо. Блядь, вот это опасная ситуация. Охуеть. И там Ксершен минус Име. Ну, у него идет игра. Так, ну хорошие гранаты. Ай-яй-яй. Скотельный раз пикал. Повезло сейчас. Стягивается игрок Бэп. Там пачка только-только в рюк. Найс! Какой-то упоет! Блядь. Найс. Ну, теперь только коннектором нельзя умирать. Пачка с ямы только идет. Как он нагло пикает там. Смотри на это. Ну, это, блядь, сьюхи. Ой, блядь, как не пошло. По нему есть. Надо быстрее, быстрее ямы играть. Быстрее ямы играть. Горит! Найс, сука! Блядь. Так, ну, в один. И нить до последнего на Б стоит. Ранее была инфа, что два опорника на А, но они, да, не учли факт, что типа один ушел к Т. Найс! Один в один, пожалуйста. Блядь, вот теперь у него дилемма, куда ставить, ПТ или куда? Просто ставь, пожалуйста. Просто ставь, пожалуйста. Хорошо, что он с джангла пошел, а не с ПТ. Он должен выйти и заскопить с джангл. Да, он знает, что это не КТ. Он видел. Он видел. Выйти, убить. Ой, блядь. Хорошо, что каешки нет. Найс! Блядь, блядь, блядь. Хорош! Игорь, блядь. Блядь, блядь, он очень опасно вышел, пиздец. Я на самом деле странно играл. Он принимал их промазался, он там шифтит дальше. Нет, заебись на яйце, он с головой хорошо. Чего-то аккуратничать, забышь ты просто его, блядь. Бристи с ним. Охуенно, не, очень хорошо. Не, вот сейчас пистолетку забрать и все. Делаем комбат. Очень хорошо. Бля, насколько сейчас пистолетка важна? Это просто пизда. Ебать, драмор бейдж на воде. А я сейчас чуть не прыгнул, не начал вот это, понял? Я тоже понял, как он этот видос скачал, падает уже. Еще мы сейчас на крыше были, прыгнули вниз просто. А, ебать, джили, последняя пуля была, брат. Ну это вообще суперрал. Не знаю, счет ночи. Посмотрим сейчас пистолетки. Тут на самом деле у Моузов 50-50. И та, и та. Странно, вроде как по одинаково. Не, пистолетка очень, очень хорошо. Ебать, что? О, об этом заорал Найс, блядь. Дона, ты там, Нона? Две минуты. Интеграция? А, они выбирают, они, у них типа понял, активность, что они выбирают самую прикольную табличку и дают ему подарок какой-то. Приколись, еще две таблички просто. Что там? Что там за подарок? Перчатки. А, типа скин перчаток дали? Да, да, да. Ебать, хуйня полная. Бедологи еще вообще без денег, да, наверное? Блядь, просто компания такая, нахуй, не дают ему перчатки за 5000 рублей. Бедолаги, блядь. У меня даже нож терапичный ухт. Тяжелый случай, блядь. Давали просто тогда аскорбинку какую-то. Не, ну ударенному коню зубы не смотрят. Это факт. Спасибо. А куда смотрят? Под хвост. Не знаю, почему, не спрашивают даже. Я сам хожу. Блядь, мне кажется, чел стоит с этой коробкой, думаю, ебаный рот, нахуй я эти рисовал сейчас, блядь. Какие-то перчатки. Причем даже правил не в каэске, но реально просто нализли А4, распечатали перчатки. А представляешь, он приходит, вырезает, на лапте, на клейке играет. А что это у нас, если кинуть смог, значит бросить пырись. Спам названия команды Чарльзи повышает ее шанс на игру в финале. Инфосотка. Таганрог на месте. Лучше зимбрусные. Это подсказки все для Славы, тебе все нужно говорить про токсляции. Прибыть в легендарный кастик, приносить WDW. А можно зарплату? Пачка чипсов с Крабом Лейз или СО выходит в финал. Алло, это же не мазь. Нет, смотри, пачка чипсов с Крабом Лейз или выиграет сейчас Фейс. Вот такая бы, блядь, ритма была. А Фейс же Немо. Ну не, если они были, то как бы и СО уже Немо. Когда-то в игре, но у тебя нет скинов, это как пицца без сыра. Спейк инфарк. Хуйня полная. Пицца без сыра это просто не пицца. Бегущую строку создал искусственный интеллект. Ай, блядь, не постарался. А, прикольно. Это мне кажется чел, который сейчас писал эти шутки, резко написал. Он специально, он специально. Бегущую строку пишет интеллект, блядь. Не увольняйте, нафу. По мотивам сегодняшних матчей можно сделать. Бадя, как тебе вот это вот, типа, версия или что это такое? Я вообще не понял, откуда это на мне. Это Леха тебе дал Пчелкин. Но за это мы его уважаем. Это правда. Фонарики за один раз загорелись. Бля, счет 4-8. У тебя тоже. Пиздец. У меня тоже, да. Я сейчас проигрую пистолетку, это беда нахуй просто. Нормально, нормально, смотрим. Там раскидка пода, да, походу? Бля, здесь Пушмид, да. Это заебись. Не, нахуй удали. Смотри, смотри. Валерка, поехали. Делай, брат. Найс, еще. Найс, еще. Найс, блядь, Валера, блядь. Блядь. Бройлер, ну ебать. На тестостероне полетел прям. Валера, ну нельзя было сейчас остановиться. Има, не надо, тихо, успокойся. На самом деле, просто спокойно доиграть, в идеале не дать пачку поставить и все. Вот пачка, кстати, ставится. Так, 2 кт, 2 кт, вандерфул. Блядь, как все хуево. Найс, сосай. Ищи, юхи, выебрай. Найс, блядь. Хорош парни, 5-8, блядь. Так, типа, самый важный раунд в второй половине. Там сейчас деньги есть на закуп и за пач. Блядь, как Валера, сука, вот так, эм, 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 как в боулинг уйдут. Просто кекли, ебаные, рассыпались. Оп. Хорош, кстати, показывает. Мувмент. Ой, какая... Блядь, вот Турзи прям грязно залетела, да? Да, нет, это конец. Турзи не должен был кого-то убивать. Слушай, а в CSGO они же вообще не были, да, популярными, Беретто? Беретто вообще никто не брал. Ну да. Не, ну хотя... Брали, 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 брали. Ну ладно, под конец. А, не пы вначале вот это, когда на гуся поехали. Не, да не пы... Нет, в любом случае брускетки все равно эти брали. Нет, под конец брали эти брускетки, да. Давайте аккуратно, парни, пожалуйста. Блядь, моя мечта просто 13-8, я прошу вас. Бай на бай. Не сказать, что он намного сильнее. Да. И это, кстати... Ой, 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 блядь. Безда. Ой, ой, ой. Молодец, живой, блядь. Кейди, экстрасенс, блядь. Хорошо, есть килл по свершену. Есть инфа, потому что бога мидл. Смотри, хп вандерфул им. Снадцать на двоих. Плохо. Ну такой классический антифорс, когда все выходят мидл постреляться. Блядь, он пропустил в кон. И пошли все в кон? Нет. Он дал им шоу. Блядь. Молодец, вандерфул, молодец, блядь. Пуховича, что 10 хп, блядь. Найс, блядь. Хорошо, Игорек, блядь. Я к тебе прыгаю сейчас прямо отсюда, с балкона, блядь. Реально? Найс! Фух, блядь, ебать. Молодцы. Пулгайка сейчас будет. Я не понимаю, что с Игорем. У него 10 хп, он всех пикает. Че за хуйня? Большие яйца. Хорошо, шлен. Приятного познакомиться. Но все, по сути, 8-7, и вот еще один раунд, и можно... Ну, я бы, на самом деле, конечно, такая команда 8-6. Маус-спорт настолько... Опасные феннисы. Настолько, блядь, вот они прям умеют. Ну, мыши, блядь, шкуль с ним взять. Он, тут сейчас должен... Смотри, смотри, для Игорька сейчас фарм будет. Давай, Игорь, давай, это твои 5 килов, нахуй. Потом ты берешь... Аликси би, блядь, один езж. Найс, блядь. Хорошие мы, блядь. Эй, сдай ему. Блядь. Нет, там Сержа, блядь. Найс, крошка. Найс, блядь. Минус два, минус два. Найс. Ебать Игорю объяснили, что он... Чтоб не выебался, понял? Ну, да. А я вообще, он думал, будет по контакту одна игра. А я думал, что либо по контакту, либо под флешку. Там никто не пикает, поэтому он пошел, это нормально. Ну, хотя под флешку пошел. Ебать хорошо зажал, да? Блядь, так-то ебать у него залетело по двоим вторым. Конечно, он за... От той струей. Там каждая пуля залетала скорее. Ну, как у меня, но я тоже взял так. Смотри, школяр приуныл, ебать. Че с лицом, вродный, блядь? Так, вандерфул Ари. Дай хаешечку, дай ему хаешечку, фиг я. Ой, хорошо. Это хорошо. Это мне нравится. Сейчас одного оставят, второй пойдет в... Да, там стоит хиле Бролон. Пойдет, второй пойдет в плейнт. А Бролон, собака, сука, он же тоже на коврах играет. Он знает, что это может быть. Собака, сука. Джейль, дай ему, бля, накида. Джейль, пожалуйста, пусть тебе повезет по таймингу, я прошу. Так, и слэшка занимается мидл. Дефолтная раскидочка мидда. Так, имя должен как будто одного убивааать. Не, не факт. Не факт, тут такая позиция, что сейчас дуэль будет 50 на 50. Блядь. Тем более, ну, под развейку повернется, брат, он повернется. Он сейчас должен начать чекать смоу. Миддай. Имя пизда. Имя пизда. Да, тут, конечно, выигрышная позиция была усердшена. Валер, не пика, я прошу тебя. Бля, как не полетел, а. 9-7. Ну что, Алексик, может, хайлайтит? Может, ебать, у меня браслет моргает. Алексик, здесь смог? Нет, у него нет смока, он бы так был мог нахуенно пожить. Пизда ему. Есть. Блядь. Чуть-чуть широко пикнул. Надо сейвить. Сейвить, да. Деньги в целом есть. Можно и поесть. 9-7. Оляк, Сержин этот ебаный еще, блядь. Только приятнее. Еще его сейвить не помню. Авик будет. Авик будет. Да, он убитает много денег. Авик будет. Нет, смотри, сейчас убивает. Умирает Сержин. Сейвится Авик. Не видел. Девять. Интересный сейв. Он выйдет, он выйдет, он выйдет 100%. Халява. Помните, как Джейль с этой позиции разъебал? Какой же он раунд забрал для Джейль? По-хорошему засейвить Авику сложно. Кстати, у них есть время к нему добежать, да? Они не туда бегают, смотри. Вещу пошел в неделю позже. Не, не успеет, не успеет. Он же там засейвит. Вот если Джимхар сейчас... А им самим бабок еще много так не тратить на это. Ну, в смысле, не теряйте лайсы. Экономика слабая. Нави сейчас надо железобетонный раунд забирать. У них есть деньги вообще, нет? Да, 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 есть. Маус Ультрас. Роллан номер один. Да. Это его отец, кстати, по-любому. Вот это очень грустная ситуация. Да. Вот охуенная позиция для пика. Там как будто бы, знаешь, мне кажется, в таком раунде он не должен был именно в ладере оказаться, а вторым опорником просто глубоко на Б. Типа раз они отдают именно центр. Шаркена Эдварди. Ну, или так, да, да, да. То есть, типа, ты отдаешь полностью мид и чел с неуходной позиции. Я думаю, кстати, сейчас Игорь может пойти даже зафорсить пик Б дома, потому что мы за вчера играли очень активно именно Б под Хантера. А мы-то Б вчера засплитовали до смерти. О, нифига себе. Это Блэйвовский, да, прям флаг? Нормально, нормально. Бля, 7-9. Че, есть чувство на третью? Есть, у меня есть. Мне кажется, 2-0. Ну, брат, тут сейчас такая ситуация. У них деньги есть, да? Да, мне нравится. Сейчас супер важный раунд вообще. Вот супер важный раунд. Вот это уже да. Бля, Вандерфул, пожалуйста, блядь. Алексей Би 2-12. Я убил эти Вандерфул, блядь. В коннекторе. Алексей Би, пожалуйста. Авиа, 1-55 от Маус. Спасибо нашу броню. Вандерфул, давай, 30-точку, прошу тебя. Маус, ты что, это будет взрывное Б? Бля, имя 14 киллов, бля, просто. Вы в курсе, да, что он главный претендент на MVP турнира? Да, да, да. У него самая большая статака, да? Да, я видел, что у него топ-1, имя. У него самый большой рейтинг. 1-40. Так, ну отправляют от ногу к Серху, но пока... Бля, не паный хуй сос, блядь. Ну, Алексей Би живёт под этим смоком, но он кончится этот смок. Тем более, это не выход пока даже под Б. Но бомбы стягиваются под Б, судя по всему, Б и будут доигрывать. Не, будут до конца доигрывать Б. Это пизда, это пизда, потому что они не угадывают. Он стоит один, судя по всему, он максимум одного забирает. Я бы на месте Вандерфул пришёл, бы запрыгнул на Б и Савиком бы распикал, но он чё-то убежал. Это, это сейф, мне кажется. Это сейф, да, да, это сейф же. Он пришёл бы задалека, ну, уходи, то тоже сейф. Не, ну смотри, если они к Сиби сейчас наделают, то что-то. Хорошая ХАЕшка, кстати! Да, Молдат, блин, что это, блядь? Это ХАЕшка, минус-один. Найсс! Блядь, пожалуйста! Триф-два. Парни, триф-два. Под смоком сыграть аккуратно. Блядь, там чё-то тачка будет пикать. Джейль, пожалуйста, там тачка чел будет пикать. Блядь, ну ебаный в рот, блядь. Блядь, еще и Вадерфул умер. Блядь, еще и Вит умер, ну ебаный в рот, блядь. А там сзади, там сзади игрок на кухну. Еще и сейфы нет, денег нет. Денег дают, отдают один стейк. Какая пизда, нахуй. Какая пиздоронь, блядь. Какая хаешка была пиздатая, блядь. Блядь, там дашь шарта, к сожалению, вообще ни одного фрага потом не сделали. Если бы шарта хотя бы дали, можно было бы пожить. О, найс. Съебался нахуй. Блядь, пожалуйста, парни, блядь. Смотри, пацанушка, сразу Бладдер. Давай, Джейль, блядь. Сука, ты же умеешь с деглом, ты кучу раунда выигрывал с деглом этими ебаными нахуй. Намажил Ари на том же самом. Может, блядь, Алексиби умер. Подсаживались, Даня. Блядь, давай, блядь. Алексиби? А, на Б. На Б не подсаживались, походу. Блядь, Орси. Пизда, Валерия. Да. Валерия, пизда. Надь, Валера! Надь, Валера, блядь! Валерия, еще одного. Повернуться, Валера. Да, блядь! Сука, и жамбат ебаный. Живи, живи, живи. Парни, аккуратно, прошу. Все, блядь. Аккуратно. Он еще не нахоцал, вот так. Три в один не проиграть, три в один не проиграть. Парни, три в один ситуация. Уйди, убежать. Он тебя ждет, он тебя ждет. Игорь, он тебя ждет, ты понимаешь это. Ползет. Да! Ебать, досадно. Хорош, блядь. Фу, эко, сука, блядь. Хорошо, парни, блядь. Чиздец, что за раунд? Ебать, это эмоциональный раунд. Это W-раунд просто ебанутый, что бит сделал. Ты понял, у него ситуацию сидит в ладере, ему прилетает Молик, он с юспом, блядь. Это пизда, это как Дмитрий Ликси просто по огню, блядь. Ну ты видел, как чел, просто первый сел на Контролл. Бля, Брована просто въебал, облюнули. Сел, бля, грибы, ебаный. Он с первой, правда, он ему с первой дал. И второму дал также. Бля, просто раунд имени бита. Да, не очень жаль. Нет, там началось Джейлисон. Круж, блядь. Это же какой супер важный раунд с точки зрения эмоционала был, блядь, на Ави сейчас. Это пизда. Моуза могут посыпаться, кстати, без такого. Да, да, да. Такое въебать, это значит, что надо сейчас отрехаться только час от говна, блядь, на лице. Бля, охуенно было, пацаны. Я не помню, он только рейфанулся в два раунда. Да, вообще, матч охуенный. Они так все пиздато сделали, даже когда биту чел третий заходил в шорт его ебать, Пауза от Моузов, да? Он как комар накусал, нахуй. Пауза от Моузов? Я что, не пойму. Да? Наверное, Пауза от Моузов была. А ты можешь посмотреть... Не пойму, а что там. Ласт бай у Моузов? Это 10-10. Это 10-10. Если сейчас выигрывается раунд, это 10-10. Да, потенциально 10-10. Давай, Игорь, блядь. Сука, начни их ебать, нахуй. Бля, там у Джебхата Дигл вообще, там такой раунд. И гранаты не все. Стоп. Это 1-way. Валер, 15, нахуй. Валер, надо 30. Илья сказал, что Валера делает 30. Сейчас еще бы Алексей Бишко десяточку дропнул бы в этой катке. Похуй. Так, чтоб поспокойнее было. Теперь они нормально. Для успокоения каких-то, блядь, как говорится. Да, Моуз, Луник. Мой любимый клип, кстати, на Твичей. Аккуратно, блядь. Так, ну по гранатам, кстати, у Моузов все очень плохо стало. Сколько строго на Хэлтон стрелял? 700. 7. Семь? 500. То есть он больше Орексибин стрелял. А вы говорите. Строго в Нави? Да, спасибо. Строго в Ниве. Ой. Блядь. Блядь. Ну что, ребята. Найс. Валера. Я молю тебя, Валера. Блядь. Вы ебаные. Удевай его. Хорош что? Блядь. Чего нахуй? Ты хуй живучий, блядь. Ебаный, блядь. Блядь, Джейль, пожалуйста. Блядь, ты можешь такие раунды выигрывать. Не-не-не, надсейвить. Нет. Там есть деньги, да. Там есть деньги на раздроп. Нет. Там будет фуллбай, если он засейвит. Блядь. Он знает, что один в районе кон, а вот по остальным... Блядь, какая пизда. Как он не взорвал чела в таком очке, блядь. Аксел сейвит. Аксел сейвит. Аксел сейвит. Блядь, я думал, там стопроцентный взрыв этого бомжа, блядь. Вандерфа странно, что не убил. Там же фрекил был. Там чел на шефте вылезает с ВП с ямой. Ну, слышь, он как будто бы появился на байт на гилд, который выползает, а потом тот хуякан на 90 встает. Если бы он левее вставал... Ну да, да. Джоэль. Слушай, только он вставал офф-энгол от ковров как будто бы, не? На широком, который пикает. Потому что там чел играл под коврами, его тиммейт. И он не мог ему широкий забрать. Нет, слушайте, 11-8, при том, что сейчас у Na'Vi фуллбай, это норм. Там по-прежнему экономика не самая сильная. Они потеряли три девайса сейчас. Это по-прежнему раунд за два будет для Na'Vi. А то он все нормально пикнул. Да, но это ошибка. Пожалуйста, парни, пожалуйста, блядь. Кстати, сетапа бая такой же плюс-минус. Буст там никого нет. Алексей Би, главное, сейчас не умереть на бейт. Семь восемь миду. Убивает такое. Там девятка, но он будет просто стоять. О, очень круто, что... Алексей Би, не прыгай, пожалуйста, блядство. Нет, все. Все хорошо. Да, торчи не палится с авиком. Под бей сейчас. Игорь, пожалуйста, блядь, ты всю жизнь играешь, ебаный. Вот это охуенно, блядь. Вот это охуенно, если они еще будут middle пробовать играть. Всю жизнь мираж играешь, блядь. Игры 700 миллиардов на мираже, блядь. Мы подвал прочекали, это охуенно. Они охуенно стоят. Посмотрите, у Музов сейчас будет сплита 3-1-1. Давай. Давай, первого, блядь. Слушай, а посмотри, как линейно стоят, да, все на карте? Ну, Нави в защите. Просто забрали весь периметр у центра. Бля, Эквоник под ковры. Найс! Нет, нет. Фух! Молодец. 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 Хорошо, блядь. 2-5, блядь. Флешка. Найс, блядь. Найс, блядь. Ну это же ебало через сетку, блядь. Если 5-0 будет, вообще идеально. Бля, бедолаги, нахуй, мышонку напихали, бля, сквозь картон, гандону, блядь. Вот что, знаешь, 11-й раунд жмет. Маус АФК что-то сыграли. Да, да, да. Ну, блядь. Ну все равно вот 11-й отдали, понял? Ебануто грустно. А денег-то у Мауса, ребят? Сейчас было бы 10-10. Базар. Найс! Найс, без потерь. Очень хорошо. Да, экономика хорошая. А у Маус денег нет сейчас. И теперь перед ними вопрос. Либо форсить, либо эко. Не-не-не, форса не должны делать. То есть, думаешь, сейчас фул эко сделают? Да. Но у них 1900 лосс бонус. В теории они могут купить иглы и опять выйти на мидл, к примеру. А, ебать, здесь так-то повезло, пиздец. Ну, честно говоря, это и Мауса, и Паузу могут взять. Могут, да. Мне кажется, это психологическая Пауза в первую очередь нужна сейчас Маусам. А, мы же можем, блядь, подсматривать. Да-да-да, я так смотрю. Не, нет Паузы. Да, Паузы нет. Да, пошла игра. Ну вот об этом говорил. Но все равно раунд за два. У нас зеркалка позапредыдущего раунда. И это будет какой-то... Бля, вы не понимаете, что если они сейчас ебают форс, то это... Один за одиннадцать. Это одиннадцать. Главное, чтобы бонни-бомбу не поставили. Это фейка. Это под Б, это... Найд. Они раунд такой играли. Кстати, это хороший смок, брат. А если сейчас Алексей Би на верх. Брат, это все на Алексей Би. Все на Алексей Би. Он нормально может открутиться. Брат, я молю нахуй. Не знаю, что я не нравится. У Алексей Би смока нет, чтобы дать тебе под форс. Брат, Алексей Би чел с тека может перестрелять просто его ган. Так, Сьюхи раскидывает... А, никто не верит, никто в это. Я верю нахуй. Хорошо, лечет Молик. Там шарта есть под креп. Найд! Блядство. Вот такие перестреления, пожалуйста. Я прошу нахуй. Найд! Найд! Игорь нахуй. Уйди! Найд! Бляд! Планте, чел. Нельзя поставить. Валера. Найд! Блядь, все, один остался. Да. Один за один. Кто сказал, что... А ты, Маджи, сказал, что его тег может перестрелять девайс? Блядь, его такой убил. Брат, потому что тег и фармган, ты ж понимаешь, это ж пиздец. Найд, с одной потерей всего. С одной потерей. Они за два раунда потеряли одного игрока, сумасшедший бонус по экономике. Бля, очень повезло, что... Дина, блин! Очень повезло, что это она поставила ему, она его мама. Нет, подожди, если она его мама, то... Нет, не надо. Я знаю, что ты хочешь сказать. Да... Да нет, с Юхи, W, W. Так, ну чё, фул эко для Маос? Бля, пожалуйста, такой в жизни же бывает, нахуй. Просто 13-11, всё, чтоб я не нервничал. Я молю, нахуй, вас. Как показала практика, бывает даже, когда 1-11, блядь. Одиннадцать. Вообще допы как будто бы здесь смотрятся. Блядь, смотри, как они нахуй просто... Только глаки, е-ба. Блядь, аж бывали ситуации, когда... Нахуй я что-то сказал. Брат, я всем рассказываю историю, как я 1-5 с глака взял. Был такой реально ладно. Брат, в 1-6 этого было пизда как много, нахуй. В 1-6 это было просто пиздец. Потому что там не было вот этой хуйни, понял, что тебя трясёт как шлюху. Не, ну там был сайленс рантом. Да, был даком называется. Имэ давай, Имэ давай, сука, на стату нахуй. Вышел, пикнул, там никого нет, блядь. Очень же агрессивно стоит. Давай, Имэ, ещё, блядь. Нормально. Блядь, там в лету, нахуй, Джейля убили, е-ба насрал, блядь. Сейчас как будто проще перезарядиться, нет, Имэ? Е-баный Hitman, блядь. А Валер не хочет что-то поинтереснее подобрать? Валер, Валер нравится. На заработке, смотри, чем он будет зарабатывать все этой хуйни. По 600 долларов за каждое. По 600 даю, да? Да. Первый, второй, второй, второй. Хорошо, хорошо. Валера, молодец. А сколько денег, сколько денег у Na'Vi? Ну да, я говорю, он ещё, он ещё гад взял. Да? Да. Или нет? Да, Мэра Мэйн об сервере. Спасибо, ребят, спасибо. Спасибо, ребят. Что, самый важный раунд? Для тех, кто не знает об сервере. Блядь. Если сейчас, к примеру, возьмём гипотезу, что Na'Vi выиграет этот раунд 12-11, там 2 900 лосс бонус. Бабки там будут. Да, там Галилы будут, да. Но Авика не будет на следующей. Просто трампы не будет на следующей. Он же, типа, выкладывает только с кубками, да, с победой. Бля, пожалуйста, блядь. Что это? Это что? Что это такое? И Безьяныч. У меня такой же дома, кстати. Типа, это игра слов про Инферно. Это я это. Блядь. 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 12-11. 13-11. Пожалуйста, блядь. Да заберут, я вижу. Важный, важный раунд. Очень важный раунд. Имя, давай, надо прошивать мид. Блядь. Агрессия на центр. От Нави. Игорь. Под флешку должны пустить его. Блядь. А, нет, он занимается просто агрессией топ-мид. Михай, надо уйти. Найс! Уйти! Смотри, смотри, агрессивно стоит в шарке. Михай! Михай! Блядь. Вынюхай, вынюхай весь смог, я прошу тебя. Ебать, ебать, спина. Вынюхай. Нюхай, нюхай. Хорошая позиция. Хорошая. Он слышал. Он дал на флешку, что бомба уходит, смотри. Что? А че он не пойдет, его не пикнет? А че он не станет? Нет. Он ждет, что может быть кто-то еще подняться. Он думает, что справа чел. Блядь. Смотри, еще под флешку джипхатт сейчас будет пробегать. Тихоня. И у него инфа есть, понимаешь? Он на фу удал. Блядь, пожалуйста. Встречают это. Смотри, они бэ отдали полностью, он на фу удал. Бля, у меня сейчас аппендикс просто выйдет, бля, клянусь. Блядь. Блядь. Что ты делаешь, блядь. Так, ну подожди, Алексик закрывает у нас выход на андер. Валера, настало твое время, пора ебать. Они очень хорошо, они стоят гэмблеры. Пожалуйста. Вы угадали, вы угадали. Все, только стрельба, Валера. Пожалуйста, блядь. Как же они с Эйвова играют, посмотри, Мауза, они так долго пикают. Валера. Валера. Блядь. Не читай, не читай второго, не читай второго. Олег, это один в один для тебя, это один в один для тебя. Пожалуйста, один в один, пожалуйста, блядь. Он идет. Блядь. Пожалуйста. Он пойдет закрытую ставить, да? Он пойдет на бэн? Нет. А он меняет позицию. Будет пробегать. Блядь, за фаербокс пока он увидел. Блядь. Хаешка есть, конечно есть. Он не дает хаешка. Ой-ой-ой. Хорошая. Минус 30. Даааааа. Это странааааа. Хорош блядь, блядь. Важный, важный раунд. Очень важный раунд. Ими давай, надо прошивать мид. Агрессия на центр. От NAVI. Игорь. Под флешку должны пустить его. Блядь. А, нет, он занимает агрессию топ-мид. Михай, надо уйти. блять вынюхай вынюхай весь смог я прошу тебя он слышал он ждет что может быть он думает что справа чел блять парижа под флешку джип хатта сейчас будет пробегать встречают это парень бы отдали полностью удал бля мне сейчас аппендикс просто выйдет бля клянусь что ты делаешь блять так ну подожди алексива закрывает у нас выход на андер валера валера настало то время пора ебать они очень хорошо они стоят гэмблера жалостка инфе и болу вы угадали вы угадали все только стрельба валера пожалуйста блять как же они с его вы играет посмотри мауза и так долго пику валера на их поле блять считать не читать того не читать или себя это один в один для тебя это лишь один для тебя пожалуйста один в один пожалуйста блять он идет блять пожалуйста закрытую ставит он будет на бэн нет нет он меняет подвигать бля за фаербокс а он увидел блять хаешка есть хаешка есть не дает хаешка ой хорошее минус 30 блять и подъем и на бля когда надо запил ябазь сильно на отсюда и блять багишка отпускайте кукурузу вашу подожди еще плачман дайте нахуй полторашки Бавлерием Б едет, так где? Найс, блядь. Но деньги есть, деньги есть. Там уже лузбол, лузбол, бомба. Бля, Игорь красавчик тоже. А Бомба поставил, да, он? Да, поставил. Да, у них будет хороший бай. Там хороший бай будет. Без авика, но хороший бай. Один-два Алексей Биг стоит. Блядь, гений ебать. Вопросы с хейтерами. Ну там один-один, по сути один-один был. Чел смотрел, он знает, что Алексей Биг играет Б, и он смотрел шорт. Кто-то мог не дождаться. Да, да, сто процентов. Типа много времени прошло, когда последний раз спаянда была. Так что Олег Сибирь молочит. И вот об этом раунде я говорил, что я думал Игорь пропушит ковры. Блядь. Не-не, это хороший мух. Потому что Моузов самый рабочий раунд под Б, и Игорь пытался брать эту... Найс, молодец Михаил, блядь. Ебаный Сержан, блядь. Блядь, Сержана забрали, самое главное. Всё, остались четыре крипа. Пёртого хуесоса, блядь. Оп, есть и по Вандерфулу по Игору на Б. Всё, всё, он понимает, что они это перетяжка. Они реально отходят, смотри. А чё по гранатам? Там три дыма и одна флешка. Ёлма, они как всё плохо у Мауз. Смотри, они охуенно стоят. Вандерфул занял угол СВП. Он полностью Б контролит. Четвёрка сейчас займёт угол, чтобы контролить коннектор. Блядь, там три смока. Просто и Галилы с Калашом, пожалуй. Два Галилы, два Калаша. Кого там, бита получается. Надо ушибить, сейчас не ошибёт. Блэра под коврами, да. Блядь, смотри, смотри, там очень важный пик у бита будет, он ковры подпушил. Смотри, смотри, смотри. Это может быть ошибка. НАЙСЬ! БЛЯДЬ! Всё, выебать наш первую эту, блядь! Смотри, яму, яму, смотри! Яма! Блядь, брат, ты чё это делаешь? По коврам есть инфа. Есть инфа по биту. А у Джейли есть мот. Но это кросс. А у него флешка, да? Ничего не понимает по сьюхе, флешка пошла. НАЙСЬ! БЛЯДЬ! БЛЯДЬ! Два в два. Ай, блядь! БЛЯДЬ! Есть ХЕ. ХЕшка есть, и вторая туда же. Это Молин. Ой, Джимфан. НАЙСЬ! Два в один! Пожалуйста! Её прострелили. Ну, блядь. Как хуя минус 9, блядь! Пожалуйста! Если он пикник нам пребёт. О-о-о. Сука, пикник! Су-ка! Пикним! Не, не, не понял aka4. Не, не statist Мне проебёл. О-о-о, Б bien. Олексиби, я прошу! Олексиби, я прошу! О-о! О-о-о! ЕбА добавить на ютуб cč! Ан- exciting! О-о-о! ПО-о... Олексиби ordin… О-о-о... Олексиби – ЛЕго. алексей просто 4 килограмма последние два раунда забрал я попал и как бы за нави не болезну олег тебе вообще легенда ну блядь аааа это песка нави виталий дорогие друзья ебанутый финал будет ебанутый финал будет лучше не придумай хотелось бы боя 5 конечно не нахуй боя 5 блядь а я походу какую-то копейку выиграл тем временем копейка в виде миллиона рублей у меня плюс для 3000 я даже не знаю сколько я выиграл подогрев это когда в портовом то рядом с тобой в этот момент находился ты типа ну подогреваешь их это бля охуенно это было охуительно брат он выиграл один в два и выиграл самый важный раунд 41 хп блядь и убил его блядь он гений ты понимаешь он гений он дождался типа в коннекторе в гиган раунд и потом дождался типа который пик да не это лего лего алексей би конечно на опыте разъебался самый нужный момент включился добрал два решающих раунд 2-0 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 3-0 2-0 3-0 3-0 3-0 3-0 2-0 3-0 4-0 5-0 4-0 6-0 5-0 5-0 6-0 6-0 Продолжение следует...